Мы встречаемся сегодня, видимся на девятнадцатой нашей встрече, которая называется «Лингвово-страноведение. Методы анализа. Технология обучения». Мы называем себя семинаром на античный манер, чтобы подчеркнуть, что мы здесь учимся. Это девятнадцатая наша встреча, мы ежегодно встречаемся, сегодня несколько в экзотической обстановке. Но посвящаем наше наблюдение наблюдениям над языком. У нас добавлено большое поле наблюдений, у нас рекорд Гиннеса по количеству изучаемых языков. Мы наблюдаем на тем, как язык отражает своеобразие национальной культуры. Эту молодую, еще, так сказать, оформляющуюся дисциплину называют по-разному. Называют «Лингвово-страноведением», называют «Лингвокультурологией», иногда используют термин «Мир изучаемого языка». Ну, что сказать, работают четыре секции – язык и общество. Работают проблемы лингводидактики, наша повседневная, так сказать, практика. Работают проблемы, секция проблем переводоведения. И узкая, так сказать, наша секция, лингво-страноведческая, в прямом смысле этого слова. Образ женщины у нас сегодня обсуждается в обществе и в культуре. Это третья и четвертая секция. Будет круглый стол. Круглый стол посвящен педагогическим проблемам, завоеваниям методики 21 века. И мы будем публиковать, как всегда, двухтомничек каждый получит. Этот двухтомничек зарегистрирован в Ринце. Ну, и это всегда бывает приятная публикация. Где-то будет через год обычно. В октябре мы собираем тексты выступлений, которых, между прочим, редактируем. А что еще сказать? Вот, пожалуй, все, да, что я хотела сказать о составе, о структуре нашего сегодняшнего выступления. И нашего сегодняшнего заседания. И, значит, я хочу сказать, что у нас гости, как всегда. Гости высокого класса, приглашенные специалисты из области нашей науки, которые нам говорят, рассказывают и повествуют о том, что происходит в нашей науке сегодняшнего дня. Что я сегодня, так сказать, предложу очень интересные выступления представителей Московской школы, представителей Ленинградской школы, это наши, так сказать, Петербургской школы, да, это наши соперники, многолетние, многовековые, можно сказать даже так. Вот, мы открываем нашу конференцию, и я предоставляю слово нашему гостю Андрею Александровичу Кибрику, директору Института языкознания, который пришел к нам с очень актуальной проблемой, проблемой защиты малых языков и проблемой языковой политики нашей страны. Пожалуйста, Андрей Александрович. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги, большое спасибо за приглашение. Видно ли мое окно? Скажите, пожалуйста. Итак, речь идет о том, что в современном мире происходит глобальный процесс уменьшения языкового разнообразия и исчезновения языков. Есть прогнозы, согласно которым к концу этого века исчезнет половина существующих на Земле языков, может быть, более половины. Прогнозы различаются. Но так или иначе, тенденция очевидна. Языки, особенно малые языки, массово исчезают. В прошлом, конечно, этот процесс тоже происходил иногда в результате очень брутальных событий, таких как геноцид. Но в настоящее время, как правило, исчезновение языков происходит в результате языкового сдвига, так называемого. Когда родители маленьких детей, вновь рождающихся, отдают предпочтение более престижному языку. И прерывается так называемая межпоколенческая передача языков. И этот процесс носит глобальный характер, но вызывает беспокойство, поскольку происходит таким образом утрата культурных и психологических особенностей, которые характерны для различных языков. И пейзаж мировой становится все более однообразным, подобно тому, как биологическое разнообразие также исчезает и нас это беспокоит. Иногда говорят о том, что к этому можно относиться философски, нельзя никому принудить к тому, чтобы использовать свой этнический язык. Люди имеют право ассимилироваться. Это действительно так. Но, с другой стороны, общество может и должно создавать условия для различных этнических групп, чтобы они имели возможность сохранять свои языки. Конечно. Здесь на этом слайде приведена цитата из работы Майкла Крауса, замечательного американского лингвиста, который говорил о том, что у лингвистов есть ответственность за сохранение языкового разнообразия. Нужно пытаться что-то сделать, иначе сам объект науки о языке стремительно сокращается. Ну, и это действительно так. В России эти процессы мировые тоже происходят. Ну, и согласно исследованию, которое было проведено в нашем институте, за последние полтора века вымерло 15 языков, причем половина из них за последние 30 лет. То есть процесс происходит с ускорением, и сейчас довольно большое число языков России находится на грани. Это означает, что у них остались только очень пожилые носители. И при этом большинство языков, причем подавляющее большинство, 75%, также встали на этот же путь. Они либо исчезают, либо находятся под угрозой. Причем это касается не только языков севера, как иногда думают, но и касается большинства довольно крупных языков, которые к тому же еще имеют статус титульных языков республик. За некоторыми немногочисленными исключениями они выходят из употребления. Вот здесь приведены некоторые количественные данные из исследования Петра Беткеева, ученого из Элисты, который проводил исследование в одной из школ в Калмыкии. Ну и тут видно, что падение уровня использования калмыцкого языка между родителями школьников и самими школьниками в четыре раза. То есть за одно поколение от 90% примерно, это оценка степени использования калмыцкого языка в общении между родителями школьников и между самими школьниками 22%. Ну и еще и говорят к тому же, что эти цифры на самом деле еще более драматичны. Это язык республики, официальный язык, государственный язык республики Калмыкия. Его статус государственного ничем никак не охраняет. Организация Объединенных Наций 2019 год объявляла Международным Годом коренных языков. Ну и потом было принято решение объявить целую декаду коренных языков, которая начинается в следующем году. То есть мировое сообщество озабочено этой проблемой. И в России тоже на это реагирует. Есть такое поручение президента Путина от 1 марта 2020 года, в котором в частности поручено правительству обеспечить, начиная с 2020 года, финансовую, нормативно-правовую, организационную поддержку, разработки и реализации программы Института языкознания РАН по сохранению и возрождению языков коренных народов России. И вот как раз об этой программе я в основном и буду говорить. Целью этой программы является стремление замедлить процесс исчезновения языков и в каких-то случаях, возможно, развернуть его вспять. Там где-то возможно. По мере приближения к этой программе мы внесли поправку, когда собирали предложение по поправкам Конституции в прошлом году, внесли поправку, направленную на сохранение языкового разнообразия, которая была в том или ином виде отражена в принятом варианте Конституции Российской Федерации. Ну и на основании этой формулировки, согласно которой государство гарантирует сохранение языкового многообразия, мы полагаем, что можно двигаться вперед и использовать это как точку отсчета. На этой карте показано языковое разнообразие России. Оно показано так эскизно, поскольку языков на самом деле существенно больше. Тут в некоторых случаях показаны не языки, а группы языков. Но, тем не менее, общее представление эта карта дает о той степени пристроты, которая еще пока есть. Ну, разрабатывая эту программу, мы исходим из того, что язык является в первую очередь средством естественной коммуникации в устной повседневной форме. И при этом зарождается большинство людей в раннем детстве, в семье. И поэтому ключевое значение имеет межпоколенческая передача. Важно, чтобы маленькие дети усваивали язык от своих старших родственников. Ну, в первую очередь, от родителей. И иногда об этих простых истинах как-то забывают. И говорят очень много о школе, об учебниках, о преподавании. Но если дети приходят в школу, не зная своего этнического языка, то школа с огромным трудом может только что-то изменить. Это невероятно сложно и, как правило, не получается. Есть довольно большой опыт последних 50 лет по возрождению языков. В разных странах такие попытки делались. Причем этот опыт иногда отрицательный, то есть бесплодные попытки. Но есть и положительные примеры. И этот опыт можно использовать, адаптировав к российским условиям. Некая хорошая новость состоит в том, что в России процесс исчезновения языков происходил несколько медленнее, чем в ряде других стран. Поэтому есть исторический шанс что-то попытаться сделать и приостановить этот процесс исчезновения языков. То есть главный смысл предлагаемой программы – это создать условия для естественной передачи языковой компетенции от старшего поколения детям младшего дошкольного возраста. И именно это мы и предлагаем сделать. Ну, тут нужен избирательный подход к разным языкам, разный. Для разных типов ситуации нужны разные рецепты. Есть языки более благополучные, еще живые, так сказать, где процесс межпоколенческой передачи не полностью прервался. И в этих случаях необходимо просвещение, изменение социальных практик, усилия направленные на повышение престижа, разъяснение того, что языки представляют ценность и их сохранение существенно. И это еще относительно простые ситуации. Более сложные – это когда процесс передачи полностью прервался. Ну и в этом случае наиболее продуктивный и известный метод – это метод так называемых языковых гнезд, в которых дети, маленькие дети проводят значительное время с людьми старшего поколения, поколения своих бабушек или дедушек. При том, что родители уже не являются носителями языка. Ну и я немножко скажу еще о положительных примерах применения этого метода. Ну и, наконец, есть языки на грани исчезновения. Там, где остались лишь очень пожилые носители. В таких случаях основные усилия нужно бросить на документацию, лингвистическое описание соответствующих языков, пока это еще возможно. Один замечательный пример возрождения языка связан с Северной Финляндией. Это так называемый инори-саамский язык. Очень маленький народ, буквально несколько сотен человек. И к началу 90-х годов уже не осталось ни детей, ни даже молодых носителей этого языка. Ну и затем вот были проведены очень существенные работы, приложены большие усилия. И возникло целое поколение детей, которые прошли через языковые гнезда. Вот здесь слева вверху видна картинка дети этого маленького народа в начале 20 века и уже в 21 веке. Они выглядят совершенно по-другому, но тем не менее говорят на языке своих предков. Хорошо. Это такой замечательный пример, который можно было бы постараться скопировать в каких-то местах в нашей стране. Ну, в программе, в нашем проекте программы проработаны многие вещи. Я не буду зачитывать все, что здесь написано на этом слайде, но необходимо ряд вещей. Например, информационная поддержка на государственном уровне преимуществ раннего двуязычия и многоязычия. Необходимость усваивать русский язык не вместо, а вместе с этническим языком. Необходимость научно обоснованной методики возрождения или, как говорят, ревитализации языков. Необходимость сети языковых активистов, то есть людей, которые непосредственно занимаются возрождением языков и так далее. Это довольно подробно у нас проработано. Три основных условия успеха подобной деятельности – это следующие условия. Во-первых, ключевое участие местных языковых активистов. И надо сказать, что в России вот эта социальная группа языковых активистов, она спонтанно зарождается. То есть в разных местах появились люди, которые заинтересованы в этой деятельности, понимают ценности языков и их сохранение. Второй элемент – это административная и финансовая поддержка, которая, я надеюсь, будет предоставлена согласно поручению президента. И научная обоснованность методологии включения подготовленных экспертов, то есть ученых, которые понимают, как делать правильно и какие ошибки не нужно совершать. Вот на этих условиях можно двигаться вперед. И есть ряд благоприятных факторов. Во-первых, в России считается, что наша страна крайне многоязычна, но на самом деле для такой большой территории число языково обозримо. То есть вполне можно справиться с этой ситуацией, учитывая размер страны и ее возможности. Далее есть и позитивный, и негативный опыт, на который можно опереться, то есть этим заниматься не с чистого листа, а с учетом уже сделанных раньше ошибок и наоборот достижений имеющихся. Также я полагаю, что централизованный характер нашей страны, нашего государства может здесь помочь. Можно, так сказать, хорошие практики разработать и спустить их на места. Есть явно заметное развитие языкового активизма, так сказать, снизу, движение снизу. И если подобная программа будет реализована на самом деле, то это поможет обеспечить определенное лидерство России в гуманитарной сфере, поскольку подобных масштабных программ в других местах нет. Есть только такие изолированные усилия. Ну, надо, конечно, понимать также имеющиеся препятствия и риски. В частности, есть такое представление, что знание языков, малых языков, как-то ассоциируется с бедностью и маргинальностью. А наоборот, не знание их, знание русского языка с экономическим благополучием. Ну, это, конечно, некое заблуждение. Здесь нет никакой прямой связи, но оно есть, и с ним надо что-то делать. Есть также, так называемый, миф одноязычие, как выражается наш ведущий специалист по этому вопросу, Ольга Анатольевна Казакевич. Согласно которому, знание более чем одного языка – это некая маркированная, необычная ситуация. На самом деле, многоязычие – это нормальное состояние человека, человечество развивалось во многом в режиме многоязычия. И поэтому выбора между тем, чтобы усваивать один или другой язык в детстве, в общем-то, не стоит. Можно легко усваивать два и более языков. Но есть и другие риски, в том числе придание преувеличенного значения школьным вопросам, преподаванию, а также графике, системы графики. Часто ведутся очень бурные дискуссии на тему деталей транскрипции или графики того или иного языка, при том, что дети перестали его усваивать. В каком смысле, все равно, как на нем писать, если его не усваивают. Поэтому эти вопросы должны отойти на второй план. Есть также различные процессы юридические и бюрократические, о которых также надо думать и заниматься ими. Так или иначе, мы разработали концепцию программы. Она включает три этапа. Первые два годичные этапа, 21-22 годы, и затем десятилетний этап реализации. Надо сказать, что в мае, то есть месяц назад, поступило финансирование для первого этапа. И мы немедленно создали подразделение в нашем институте для подготовки и разработки программы. И нанимаем 15 специалистов, которые будут непосредственно этим заниматься. Что касается третьего этапа, естественно, это главный этап, этап реализации. Мы полагаем, что должна быть создана отдельная структура, которая будет работать под научным руководством института языка знания, но обладать собственным штатом и иметь четко определенную практическую задачу, заниматься как поддержанием языков, так и документацией. Ну, теперь я хотел бы несколько слов сказать о другом, связанном, конечно же, с предыдущим, но несколько ином направлении. Дело в том, что в поручении президента Путина есть еще пункт о разработке концепции государственной языковой политики. Этот пункт не был непосредственно приписан институту языка знания, но, тем не менее, сотрудники администрации президента попросили наш институт заняться разработкой этой концепции. И мы этим занимаемся вместе с несколькими другими институтами Российской Академии Наук. Ну, что такое вообще языковая политика? Это система принципов, определяющих планирование и развитие языков в той или иной сфере. Сферы могут быть разными, там конкретная семья может иметь свою языковую политику. Но в данном случае, конечно, речь идет об общегосударственной языковой политике. И речь идет о том, что эта концепция будет неким матричным документом. Если она будет принята, то затем конкретные законы, связанные с языками, должны быть встроены в эту матрицу и приведены в соответствии с концепцией. Ну, пока что мы разрабатываем эту концепцию. Мы еще не совсем закончили этот процесс. Ну, несколько положений из концепции я, тем не менее, могу обозначить. Согласно нашим представлениям, основная цель государственной языковой политики – это сохранение языкового многообразия как основы единства и стабильности государства и гражданского общества. Тут нет, между разнообразием и единством нет противоречия. Вот это очень важно. Наоборот, когда разнообразие сокращается и люди теряют свою идентичность, вот это и вызывает проблемы. И это видно по многим странам, в том числе соседним с Российской Федерацией. Развитие многоязычия – это тоже важный пункт. Всеобщее знание русского языка может и должно сочетаться с возможным и желательным знанием других языков. И ценность, и разнообразие многоязычия должна быть осознанно в обществе. Это и будет средством против сепаратизма и экстремизма. Вопреки опасениям некоторых людей, которые полагают, что именно разнообразие является опасным. Такая точка зрения есть. По нашему мнению, она совершенно неправильна. Необходима популяризация знаний о языковом многообразии, поскольку население, в том числе школьники, мало об этом знают. Это как-то не на первом плане находится. Также необходимо развитие коммуникативных функций языков Российской Федерации, не исключая и русского языка, который некоторые свои функции рискует утратить в перспективе. Ну и необходимы в целом превентивные меры, направленные на недопущение того, чтобы языки исчезали или сужался их функциональный статус. Пропали. Пропали. Вы пропали. Пропал, да? Да. Вот сейчас, сейчас, сейчас возник опять. Возник. Да, спасибо. Вот так. Возник, да. Слышим, слышим по-разному. Ну, это, собственно, то, что я хотел вкратце сказать о концепции языковой политики. У нас будет в ноябре международная конференция, лингвистический форум 2021 года «Языковая политика и сохранение языков». Это такая основная конференция Института языкознания. Сейчас как раз объявлен сбор тезисов, докладов для этой конференции до 1 августа. Я призываю подавать тезисы, если это интересно кому-то из присутствующих или вашим коллегам, студентам и знакомым. Вот мы собираемся целую конференцию посвятить этой проблематике. Ну и, конечно, тут ключевая идея, которую я старался провести, говоря об этих вопросах, это ценность и привлекательность многообразия. Тут такие визуальные образы. Разноцветный лес, в отличие от монотонной цепочки однотипных деревьев. Я думаю, что большинству людей больше нравится левая картинка. И я надеюсь, что удастся языковое разнообразие России в какой-то мере хотя бы сохранить благодаря этим усилиям, которые сейчас в настоящее время предпринимаются. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Будут какие-то вопросы? Можно задать вопрос? Да, пожалуйста, Кичина. Марина Олеговна, Чичина, кафедра русского языка МГИМО. Вы сказали, что есть возможность, вы предполагаете, что русский язык может утратить некоторые свои функции. Хотелось бы узнать, какие, по вашему мнению. Спасибо. Да, спасибо. Это действительно важный вопрос. Казалось бы, русский язык неуязвим. Это язык один из крупнейших. Он входит в десятку крупнейших языков по числу носителей. На нем говорят в целом ряде стран. Он считается одним из международных языков. Но, тем не менее, в мире все меняется. И, например, целый ряд языков Западной Европы за последние, на протяжении буквально нашей жизни, утратили статус языков науки. То есть, они перестали использовать как языки науки. И им произошло изменение в пользу международного языка науки, а именно английского. Это понятный процесс. У ученых, как и у любых других людей, есть потребность во взаимопонимании. И в каком смысле проще всем пользоваться одним языком. Но, в то же время, языки, имеющие традицию научного использования, ну, как научные языки, практически вымерли. Целый ряд языков. Например, нидерландский, в значительной степени немецкий. Французский сопротивлялся дольше других, но, кажется, тоже встал на этот путь. Ну, и русский язык, в принципе, тоже в какой-то мере встает на этот путь, поскольку, так сказать, языковая политика, которая проводится Министерством науки и высшего образования, состоит в том, что представляет ценность публикации лишь на английском языке. И это политика, которая не озвучена напрямую, но она фактически обозначена. И я, опять же, могу понять в какой-то мере тех, кто ее реализует, поскольку нужно встраивать российскую науку в мировой контекст. Действительно. И нужны публикации в этих журналах, входящих в базы, мировые базы цитирования. Но в то же время, если просто встать на этот путь, то, соответственно, через 20-30 лет русский язык перестанет существовать как язык науки. Ну и мне кажется, что, как и в других вопросах, лучше сохранять разнообразие. И наша задача состоит в том, чтобы одновременно и делать наши научные достижения известными мировому сообществу, тем самым издавать их на английском языке, но и русский научный язык тоже поддерживать. И на этот счет, насколько мне известно, есть очень разные полярные мнения. Ну, мое мнение такое промежуточное. Я полагаю, что как языки в целом заслуживают сохранения, так же функциональные стили конкретных языков. Так же лучше сохранять это, поддерживать многообразие мира. Вот что я по этому поводу могу сказать. Спасибо вам большое за ответ на этот вопрос. Можно вопрос? Вопрос можно? Да. Кухарева Елена Владимировна, МГИМО. Андрей Александрович, вы сказали, что сейчас нам надо разрабатывать или брать опыт, который возник в течение 50 последних лет, зарубежный опыт сохранения малых языков. А разве в Советском Союзе мы не можем опираться на тот опыт, который был когда-то и у нас, по сохранению малых языков, когда для бесписьменных языков разрабатывались и азбуки, и писались учебники и так далее. То есть наш российский, советский опыт, он не годится разве для нынешних проблем, для решения нынешних проблем? Да, безусловно, многое из этого опыта может пригодиться. Вообще то, что происходило в Советском Союзе в 20-е и в 30-е годы, во многом могло бы быть образцом. Но это была та историческая эпоха, когда малые языки еще хорошо сохранялись в семье. И сущность той языковой политики, которая тогда проводилась, состояла в том, что функциональное разнообразие реально бытующих языков расширялось. Бесписьменные языки становились письменными, языки семейного общения переводились в школьную среду образовательную. И это было хорошо. Вероятно, именно благодаря этому у нас сейчас ситуация с языками чуть лучше, чем в ряде других стран. Но, тем не менее, глобальные тренды те же самые, что и везде. И более того, в послевоенное время проводилась в Советском Союзе репрессивная политика в отношении малых языков. Была такая практика интернатов, в которых детей забирали из семей и, ну, как минимум, мотивировали их, скажем так, мягко. Мотивировали их не пользоваться родным языком, а переходить на русский. Поэтому там наследие советского времени, оно разное, разнонаправленное в целом. Но и в любом случае сейчас, когда на подавляющем большинстве в семье просто не говорят, ну, те методы и рецепты, которые тогда были, они малоприменимы. Сейчас нужно возрождать из пепла, да, как бы пытаться нащупать те ростки, которые еще где-то есть, как-то за них зацепиться и что-то сделать, чтобы не оказалось через 20-30 лет, что просто 90% языков полностью исчезли. Вот сейчас совершенно другие проблемы, нежели были сто лет назад. Спасибо. Спасибо. Ещё вопросы? Нет. Андрей Александрович, мы вас очень-очень-очень доверим. Вот, большое вам спасибо. Жалко, что не было прямого контакта, да, личного, но спасибо за то, что вы донесли до нас основные всё-таки идеи. Очень, ну, очень актуально, сказать, очень актуального плана. Спасибо. Спасибо за внимание и спасибо за приглашение. Так, мы слушаем Михаила Александровича Марусенко. Он профессор кафедры романской филологии Петербургского государственного университета. Тема выступления – языковые последствия глобализации. Ну, понятно, что в наше время процессы глобализации оказывают влияние на все сферы жизни человека, и оценка конструктивных и деструктивных последствий представляет собой сложную задачу, потому что, с одной стороны, она выводит на новый уровень развития мирового пространства, а с другой превращает весь мир в единый глобальный рынок, обостряя межгосударственную конкуренцию и порождая межкультурные конфликты. Одной из характерных черт всеобщей глобализации, которая в основном носит экономический характер, является языковая глобализация, сопровождающаяся значительным ростом числа людей, владеющих одним или несколькими языками. И когда речь заходит о языковых последствиях глобализации, то обычно ограничиваются проблемами гегемонии английского языка и исчезновением миноритарных языков, о чем нам только что рассказал Андрей Александрович. Однако на самом деле эти последствия гораздо глубже. Причины изменения мировой системы языков лежат в социально-экономической сфере, как всегда. И сложившаяся после Второй мировой войны экономическая система определяется как парадигма экономического роста, показателем которой является процент роста ВВП, внутреннего волового продукта. Чем больше был процент ВВП, тем успешнее признавалась экономическая политика государства. Однако через несколько лет проведения такой политики лидеры государств, в первую очередь развивающихся, увидели, что рост ВВП не сопровождается соответствующим ростом уровня жизни населения, а иногда ведет к его падению. Причиной является несправедливое распределение экономических благ, при котором основная масса населения продолжает жить в бедности. Поэтому парадигма экономического роста была заменена на парадигму развития, главной целью которой стало улучшение социально-экономических условий жизни населения, включающие в себя повышение благосостояния, рост продолжительности жизни, повышение уровня образования, улучшение экологии. И хотя темпы и характер глобализационных процессов в каждой стране разные, существуют общие закономерности, которые должны учитываться при анализе развития каждой конкретной страны. К таким общим закономерностям относится общий тренд развития системы образования, для объяснения которого используется теория культурного и человеческого капитала. Впервые понятие человеческий капитал появилось в статье американского экономиста Джейкоба Минсера «Инвестиции в человеческий капитал и персональное распределение дохода», написанное еще в 1958 году. Но основной вклад в развитие этой теории внесли три лауреата Нобелевской премии по экономике. Первым в 1971 году получил эту Нобелевскую премию американский экономист Саймон Кузнец. Ну, как все выдающиеся американские ученые Семен Абрамович Кузнец, выходец с территории Советского Союза, чьим именем сейчас назван университет в Днепропетровске, а также Теодор Шульц и Герри Беккер. Появление теории человеческого капитала было вызвано потребностями реальной экономики, которые требовали оценки роли человека и накопленных результатов его трудовой и интеллектуальной деятельности на развитие общества и экономики. И были получены убедительные статистические данные о росте экономик развитых стран, темпы развития которых превышали индикаторы, полученные на основе факторов роста. И возникла идея, которую вот сформулировали эти три лауреата, что в современных условиях основным производительным и социальным фактором экономического развития является человеческий капитал. Еще в 2016 году в послании Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин заявил о необходимости при умножении человеческого капитала как главного богатства страны. Смысл нашей политики это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России, поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на улучшение экологии, здоровья людей, на развитие образования и культуры. И вот эти задачи, они последовательно реализуются в посланиях президента, где ставятся задачи для развития нашего государства. Таким образом, человеческий капитал в широком определении это интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания трудовой деятельности, обеспечивающий эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития. В прежней парадигме экономического роста воспитание, образование и фундаментальная наука считались затратами и тяжелым временем для экономики. Сегодня и образование, и наука, и ментальность как составляющие человеческого капитала, и сам человеческий капитал стали главным фактором роста и развития современной экономики, развития общества и повышения качества жизни. Человеческий капитал определяет сегодня основную долю национального богатства стран, регионов, муниципальных образований и организаций. По мере развития и усложнения теории человеческого капитала в его структуре стали выделяться отдельные составляющие. И французский философ и социолог Пьер Бурдио, он сформулировал идею о том, что образование языкового рынка создает условия объективной конкуренции, в рамках которой и посредством которой легитимная языковая компетенция может функционировать как языковой капитал, приносящий в результате социального обмена прибыль. Языковой капитал представляет собой форму культурного капитала и влияние языкового капитала особенно сильно проявляется в первые годы обучения в школе, когда понимание использования языка является главными критериями оценки знаний. Но оно не прекращается и в дальнейшем, стиль всегда имплицитно или эксплицитно учитывается на всех уровнях системы образования. И работы Пьера Бурдио и его соавтора Николя Пасрона, они заложили начало новой научной дисциплины, которая называется экономикой образования. Как определил Пьер Бурдио, в зависимости от области применения капитал может выступать в трех основных формах. Это экономический капитал, понятно, культурный капитал, который при определенных условиях конвертируется в экономический капитал и может быть институционализирован в форме образовательных квалификаций, дипломов об образовании. И социальный капитал, образованный социальными связями, который при определенных условиях также может конвертироваться в экономический капитал и может быть институционализирован, например, в форме почетных званий или аристократических титулов. Сам по себе, как следует из этих положений Пьера Бурдио, факт владения тем или иным языком еще не является необходимым и достаточным условием для его включения в языковой капитал человека. Бурдио считал, что существует реальный языковой капитал – это владение языками, которые могут быть конвертируемы в экономический капитал, и эффективный языковой капитал, соответственно, это владение языками, которые не конвертируются в экономический или социальный капитал, но могут конвертироваться в символический капитал. Так, скажем, владение каким-нибудь редким и ненужным языком может быть предметом символической гордости его владельца, который может вставить диплом в рамочку, повесить на стенку и хвастаться перед родственниками и знакомыми. С этой точки зрения интересно проанализировать динамику изменения языковой ситуации в современной России. Как вот нам уже Андрей Александрович сказал, обычно считают, что самыми уязвимыми являются языки малочисленных коренных народов Семера, с численностью менее тысячи человек, у которых нет шансов на сохранение, если им не оказать государственную поддержку. Но депопуляция не является единственной причиной исчезновления языков. Так, например, вот кавказские народы, они избежали естественной депопуляции, там, значит, значительный прирост населения идет на убыль владеющих родным языком, находится на очень высоком уровне, что показывает результаты переписей 2002 и 2010 годов. И лидерами антирейтинга вообще являются языки закавказцев, у которых нет крупных, это грузины, азербайджанцы, армяне, нет крупных общин, за исключением городов, очень мало своих школ. И за 8 лет, которые прошли между переписями, грузинский язык потерял 40% носителей, в России азербайджанский 30%, армянский 27%. Дагестанские языки также быстро теряют своих носителей, аутсайдером является аварский язык, потери составили около 9%, а на западе и севере, и в центре Северного Кавказа наибольшие потери у адыгейских языков от 9 до 13%, а сильнее всего упал ингурский язык. Число носителей сократилось на 25%. Причины потери этнических языков вызваны миграцией населения в крупные российские города. Именно по причине хорошей демографии там, значит, большие проблемы на рынке труда. Поэтому, значит, особенно молодежь мигрирует в крупные российские города. И внутри этих республик местные языки выстесняются русским, который с точки зрения образовательного и экономического капитала является более перспективным. Ну, принято считать, что наибольшую долю языкового капитала человека в условиях глобализации составляет английский язык. Ну, те причины, которые лежат, так сказать, на виду, это то, что у него наибольшее количество носителей, более полутора миллиардов человек. Он имеет статус официального языка более чем в 62 государствах. Он является доминирующим языком науки, официальным рабочим языком большинства международных организаций и самым изучаемым иностранным языком в мире. Ну, понятно, что, значит, люди, которые принадлежат к высшему и среднему классу, стремятся дать своим детям образование в элитных школах с английским языком обучения. Это мировой процесс, но здесь нужно иметь в виду, что вот эта гегемония одного языка во многих странах, она уже приводит к потере функциональности. Это такое явление, значит, домен лосс. Андрей Александрович упоминал, значит, одну сферу науки, но это происходит и в других, значит, сферах, как, например, скажем, оборона, государственное строительство и так далее. Потому что, скажем, в Евросоюзе все государства, они фактически, значит, в переписке с органами Евросоюза перешли уже на английский язык. Естественно, это не вызывает удовлетворения у большинства населения земного шара. И эта реакция на языковой аспект глобализации, она привела к тому, что сформировалось такое явление, которое называется лингвистический политкорректный дискурс. Это свод таких моральных правил, которые образуют этот лингвистический политкорректный дискурс. И нужно сказать, что в формировании этого явления большую лепту внес исторический опыт Советского Союза и те несомненные успехи в языковом строительстве и национальном, которые были достигнуты в 20-30-е годы. Но вот эти принципы, которые вот в таком виде сформулированы, были такой известной организацией, которая называется Силл Интернейшнл. Это летний институт лингвистики в Далласе, но он уже давно потерял свой такой летний характер. Это мормонская организация, которая ведет много таких международных документов, как атлас исчезающих языков. И вот они сформулировали эти признаки, главным из которых является положение о том, что все языки равны. Далее, значит, все языки могут одинаково выражать все человеческое знание, все языки должны иметь письменную форму, носители имеют право на образование на первых языках, миноритарные языки имеют право на официальное признание, языки как элементы культурного наследия и виды, находящиеся под угрозой, должны иметь защиту, и потеря языка – это потеря своих корней и своей культуры. Эти положения необязательно являются ложными и представляют собой то, что Ролан Барт, французский философ, называл доксами или очевидностями. Их можно назвать и идеологемами в том смысле, что они являются изложением логических правил или результатов идеологического синтеза. Но как только они сталкиваются с конкретными ситуациями, они оказываются ложными очевидностями. Так, скажем, для африканских стран предложения типа «все языки должны иметь письменную форму» не могут быть применимы, потому что это число языков, используемых в некоторых странах, составляет от 200 до 800. И их нужно рассматривать по одному и с точки зрения уместности и роли языков в развитии. Скажем, применительно к африканским странам создание письменности для всех языков, обучение в школах на всех языках, их официальное признание ухудшает положение их носителей и не способствует устойчивому развитию, борьбе с голодом, детской смертностью, с ПИДом и так далее. И вот, когда после Второй мировой войны произошел распад мировой колониальной системы, то многие новые независимые государства, большинство которых являлись многоязычными, они стали следовать опыту Советского Союза, некоторые пошли дальше, значит, они декларировали социалистический путь развития, но скоро убедились, что в экономическом и социальном отношении это совершенно неподходящий путь, потому что ни экономика, ни социально-экономическое положение людей не улучшились от этого. Но корни вот этого лингвистического политкорректного дискурса лежат в структурализме, который отделил человека от языка для того, чтобы укрепить свой статус как научной дисциплины. Язык рассматривается сам по себе, а человек наследует его так же, как наследует свою историю. И когда исчезал какой-то язык, человек считался жертвой. Жертвой чего? Жертвой лингвистического империализма. Значит, существовали якобы языки-глатофаги, ну, среди которых являлся главным английский язык, вот, которые поглощали другие языки. Вот эта теория, она была модной и получила свое развитие на постсоветском пространстве, когда, значит, скажем, и в союзных республиках, и в некоторых республиках на территории Российской Федерации, значит, заговорили о том, что русский язык подавляет развитие других языков. И для того, чтобы этот процесс прервать, нужно как бы ограничить на этой территории развитие русского языка. Но самым ошибочным постулатом, на котором строится вся эта парадигма, является постулат о равенстве всех языков, а на самом деле языки изначально не равны. Значит, равны их носители. А при выборе языков обучения или изучения используются две стратегии. Есть одна стратегия в языковой политике, которая называется up-down, сверху вниз, и которая реализуется государством. И есть стратегия, которая называется bottom-up, снизу вверх. Это те идеи, которые как бы находятся в социуме и формируются в народе под влиянием вот этих самых социально-экономических условий. И успешная политика может реализовываться только, когда два этих направления действуют в одном смысле, то есть как бы два вектора складываются. А если они действуют в противоположном направлении, то результаты обычно бывают минимальные или нулевые. И часто, когда в обществе нет дискуссии о соотношении таких параметров, как реальная и предполагаемая потребность населения в языках, как автохтонных, так и иностранных, и языковая политика, то результаты получаются странными, непонятными и минимальными. Вот примером такой политики может служить решение об обязательном изучении двух иностранных языков в системе среднего образования Российской Федерации, которое вызвало как бы глубокий шок в среде населения. И о том, что при выборе языка люди руководствуются практическими соображениями, и лишь недавно это получило название человеческого капитала, вовсе не является данью модернизму и либерализму. Выдающийся русский лингвист, он же польский националист, который заплатил за публикацию в 1913 году своей книге, посвященной национальному вопросу, уволенный из университета и три месяца просидевший в петербургских крестах. Но если кто еще не догадался, я говорю об Иване Александровиче Будуэне де Куртане, который был крещен как Ян Ницислав Игнаций, естественно, в католической вере. И вот он в 1913 году написал книгу, которая была опубликована только в 1917 году, и которая называется «Национальный территориальный признак в автономии», посвящается всем патриотам. И вот Будуэн писал, что подкладку государственности в наших глазах составляют одни только чисто реальные интересы, интересы экономические и общеполитические. И вот руководствуясь этими реальными интересами, мы даем предпочтение именно русскому языку, как языку взаимного общения между представителями всех областей России. К этому решению нас ведет не преклонение перед гением русского народа и не признание каких-то особых преимуществ за русским народом, как за первыми между равными, а нас ведут к этому просто самые прозаительские, практические соображения экономической пользы, соображения наименьшей траты и времени, и умственной энергии. То есть мы видим, что вот эти идеи, которые в конце XX века получили название человеческого капитала, они, собственно говоря, находились уже в социуме, но категоризации просто не произошло. И сегодня, вот когда мы говорим о том, что Бодуэн сформулировал вот эту идею, нужно посмотреть, что происходит в актуальных условиях и как бы, как вот образовательная политика, она согласуется с теми представлениями, которые в массах существуют. Сегодня, казалось бы, достигнут консенсус по вопросу о том, что максимальный вклад в языковой капитал вносит владение английским языком, и большинство родителей, которые руководствуются своими интуитивными представлениями, выбирают английский языком изучения или обучения своих детей. Такой же практикой придерживаются руководители образовательных учреждений, национальных систем образования. Ну, например, вот в вузах это поголовное изучение всеми студентами английского языка, но при этом не учитывается, что языковой капитал не является абсолютным и раз навсегда рентабельным. Он приносит пользу своему обладателю только тогда, когда может легко конвертироваться и в другие формы капитала, прежде всего в экономический и социальный. Дело в том, что инвестиции в образование, а вот в теории образования есть такой термин инвестирование, это и материальные затраты, и затраты времени обучающегося, они являются долгосрочными и начинают приносить прибыль как минимум через 11-12 лет при среднем образовании или через 15-17 лет в случае высшего образования. Если сегодня компетенции в английском языке являются социально рентабельными, то есть общество согласно доплачивать работникам за такие компетенции, то через 15-15 лет такие компетенции станут всеобщими, и доля общественного пирога, приходящегося на каждого человека с такими компетенциями, резко сократится или вообще сведется к нулю. Мы это видим уже на примере, скажем, европейских стран, где владение английским языком уже стало, значит, всеобщим. И вот в английских университетах, значит, идет такой экспоненциальный рост числа изучающих китайский и японский язык, которые пока что являются такими редкими, экзотичными, и за которых, значит, студенты надеются получать некую доплату. И возникает необходимость в каких-то инструментах, которые позволяли бы оценивать положение каждого языка на текущий момент и делать прогнозы эволюции на основе динамики оценок, полученных в предыдущие периоды. И такой инструмент существует. Это калькулятор языков мира, разработанный французским социолингвистом, очень известным Луи-Жаном Кальве и математиком Оленом Кальве при поддержке Генеральной дирекции по французскому языку и языкам Франции и Министерства культуры Франции, который называется барометр языков мира. Значит, вот этот барометр использует факторы, которые делятся на две группы. Значит, это факторы, которые относятся только к самому языку, число носителей, энтропия, фактор языка-посредника, статус языка, число переводов с языка, число переводов на язык, международные литературные премии, активность в Википедии, изучение в высших учебных заведениях и факторы, описывающие страны, в которых используются эти языки, которые теоретически являются общими для всех языков, используемых в странах. Это так называемые контекстуальные факторы, индекс человеческого развития, индекс фертильности и проникновение сети интернет. И путем сложной математической обработки на сегодняшний день третья версия этого калькулятора, она уже, значит, включает в себя 634 языка и представляет собой четыре ранжирования. Общее ранжирование по всем факторам, внутреннее ранжирование по языковым факторам, демографическое ранжирование и ранжирование по престижности. И вот на этой таблице, ну, понятно, что все 634 языка я не мог, значит, показать, веса первых десяти языков мира показаны. И мы видим, скажем, что во всех ранжированиях на первом месте стоит английский язык, далее идет французский и испанский, причем, значит, по общему ранжированию, а не французский идет перед испанским, по внутреннему испанский идет перед французским, а вот на втором месте по демографическому ранжированию стоит язык урду. Русский язык занимает пятую строчку в трех ранжированиях по общему, по внутреннему и по престижности, а по демографическому он занимает десятое место. Ну, это вот определенная угроза, связанная с депопуляцией населения, но мы видим, что если сравнить распределение людей, которые изучают вторые и иностранные языки, с результатами ранжирования языков по весу, можно отметить, что первые пять языков, это английский, французский, испанский, немецкий, русский, аккумулируют основную массу изучающих. Это свидетельствует о том, что понятие языкового капитала, которыми люди интуитивно руководствуются при выборе языка, тесно коррелируют с весом языка, который определяется на основе вот этого набора из 12 факторов. Теория языкового капитала, разработанная Пьером Бурдио и его последователями, позволяет объяснить языковое поведение людей, перед которыми стоит проблема выбора языка, обучения или изучения для своих детей. Естественно, они не владеют научными категориями, которые определяют этот выбор, но интуитивно формируют языковой капитал детей таким образом, чтобы составляющие его языки оптимальным образом конвертировались в другие формы капитала, прежде всего в социальный и экономический капитал. Это было наглядно продемонстрировано реакцией населения на внесение изменений в законы образования Российской Федерации, которые подтвердили право граждан на свободный выбор языков обучения и изучения, когда все большее число людей, принадлежащих к разным этническим группам, чьи наследственные этнические языки имеют разный официальный статус, вплоть до государственного, выбирают языком обучения своих детей государственный язык Российской Федерации – русский язык. Что касается иностранных языков, то на первом месте среди изучаемых иностранных языков стоит самый мощный международный язык – английский. В литературе по языковой политике выделяются три подхода к языку. Язык как проблема, язык как право и язык как ресурс. Ну вот что представляет собой язык как проблема, нам рассказал Андрей Александрович очень полно. и второй подход – язык как право – это обычно, значит, биоморфная парадигма или экология языков. И третий подход – это язык как ресурс. И вот это положение о том, что язык является ресурсом, наносит сильный удар по позиции тех исследователей, которые считают его проблемой. Ресурсно-ориентированный подход коренным образом изменил отношение общества и государства к языкам и к языковым группам. Языковое строительство рассматривается в нем как аналогия управления природными ресурсами, а лица, руководящие языковой политикой, контролируют изучение и использование языков точно так же, как это делается в моделях распределения ресурсов, используемых в бизнесе. Но это то, что называется обычным языковым строительством. После Второй мировой войны и распада мировой колониальной системы многие переходные нации стали создавать связь между языками, существующими социально-политическими проблемами и задачами развития. Но самый характерный и широко известный пример это языковая политика государства Сингапур, где только в системе образования существовали шесть языков, и это было еще в 50-х годах после получения независимости бедная рыбацкая деревня. Но такой прогрессивный премьер-министр Ли Кван Ю поставил перед соотечественниками вопрос, что либо мы будем прозябать их бедности, либо мы перейдем на один язык, имелся в виду английский. Это даст мощный толчок экономическому развитию, но есть и недостатки. Например, бабушки и дедушки не смогут общаться со своими внуками, потому что у них будут разные языки. И первоначально эти связи между, значит, социально-экономическим положением и языком изучались на материале английского языка, а зачем были распространены на другие языки, и это привело к формированию Джошуа Фишмана национально-функциональной парадигмы, согласно которой решения в пользу использования любого языка принимаются не извне, как в парадигме языкового империализма, а самими национальными акторами, находящимися в национальной среде, под влиянием специфического сочетания социальных, культурных и политических, экономических и демографических факторов. В рамках этой концепции считается, что языковые политики, оказывающие предпочтение мощному международному языку, способствуют интеграции многоязычных наций, потому что ведут к снижению затрат по сравнению с развитием местных языков для использования в различных сферах, расширяют возможности для коммуникации в сферах образования, науки, технологий, торговли, интернет и так далее. В предшествующей этнокультурной языковой парадигме языки рассматривались прежде всего с точки зрения сохранения языкового разнообразия. Как вот нам сказал Андрей Александрович, целью языковой политики является сохранение языкового разнообразия, то есть поддержка, защита и возрождение языков. И в России проблема языковых меньшинств в последние годы приобрела особенно острый характер и не столько из-за опасности исчезновения многих миноритарных языков, сколько из-за выдвижения многими национальными меньшинствами требований признания своих языковых и национальных идентичностей. И основным препятствием для повышения уровня языкового самосознания считалось повсеместное доминирование русского языка и процесс смены языков, language shift, с миноритарного на русский, согласно их точке зрения, носят насильственно принудительный характер. Ну, к чему это привело в результате распада Советского Союза, мы видим на собственном опыте, и создается угроза разрушения единственного единого коммуникативного пространства России. Еще 24 июля 2017 года Владимир Владимирович Путин, выступая на создании Совета по межнациональным отношениям, ответил, что в некоторых субъектах Российской Федерации нарушается принцип добровольности в выборе изучаемых языков. Языки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. И изучать эти языки гарантированной Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это время, на это особое внимание, глав регионов Российской Федерации. Президент имел в виду, что после распада СССР некоторые национальные республики стали вводить обязательное изучение своих государственных языков для всех детей, невзирая, а часто вопреки желанию и детей родителей. Так, например, в Татарстане родным для всех принудительно назначен татарский язык, ведь для всех, без исключения школах, здесь реализуется план обучения для детей с родным нерусским языком обучения. И такая ситуация вызвала протесту правозащитников, экспертов и родителей, которые с 2015 года обращались неоднократно к президенту, прося его обратить внимание на положение русского языка в национальных республиках. И эта кампания, которая началась в 2015 году, она не утихает до сих пор, и Генпрокуратура по поручению президента, она мониторит этот процесс с тем, чтобы полностью выполнялись законы Российской Федерации. И с точки зрения языкового капитала, для того, чтобы влиться в современную, часто глобализованную экономику, полноценную культуру и конкурентную науку, человек должен владеть коммуникативно мощным языком. И на территории России таким языком является русский язык, потому что получить полноценное и престижное, высшее и среднее специальное образование можно на русском языке. Если ребенок старцует не имея языкового капитала, то, как вот журналисты пишут, пока ребенок, говорящий на миноритарном языке, будет тратить время на освоение русского языка до уровня родного, русскоязычный ребенок научится решать задачи Олимпиады по физике. В успешных сферах, за исключением этнической преступности, трудно найти людей с проблемой в русском языке, потому что у них с детства формируется и воспроизводится отставание в человеческом капитале. Именно поэтому многие представители национальных меньшинств хотят дать своим детям равные возможности с русскоязычными детьми образования на русском языке. И здесь вот нужно отметить такой феномен поведение элит национальных. Это было в Царской России, это было в Советском Союзе, и это продолжается и в современной России. Значит, элиты стараются учить своих детей на русском языке и дать им образование в центральных российских городах. Ну, вот взять там Ильхама Алиева, скажем, который закончил БИМО. То есть оставляя сферу образования на вот этих национальных языках для таких простых людей. И вот все эти вот явления, они и привели к тому, что были сделаны изменения в федеральный закон об образовании в Российской Федерации и в статью 68 Конституцию Российской Федерации, где русскому языку был придан статус языка государства образующего народа. Тем самым подтвержден вот этот вот тезис о том, что все языки не родны. И вот эта ситуация, она однозначно свидетельствует о том, что верхи государства в целом и низы обычные граждане, озабоченные образованием своих детей, уже совершили переход к новой парадигме языковой политики национально-функциональной, которая на протяжении почти полувека уже реализуется во многих мультиэтнических и мультиязычных государствах, к которым относятся, например, все страны БРИКС, которые отличаются, объединены в эту группу по высоким темпам экономического развития. И так называемые новые экономические тигры. И эта политика позволила им добиться значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Если попытаться сделать прогноз того, что будет происходить у нас в России, то, очевидно, вот Андрей Александрович говорил, что должны быть сделаны изменения в законодательство языковое на разных уровнях, но здесь наблюдается некоторая такая раздвоенность. С одной стороны, мы видим, что вот политика президента как бы и настроения людей идут в направлении национально-функциональной парадигмы, а как бы вот истеблишмент, он пока что еще работает в рамках этнокультурной парадигмы. Но что несомненно, это то, что распространение и использование русского языка в России будут увеличиваться, к сожалению, за счет сокращения использования других языков. Тем более актуальной является задача по созданию условий для сохранения и развития этих языков. Но у нас в России несколько специфичный подход к этому делу, который отличается от мирового, потому что у нас все усилия направлены на поддержку языков, скажем, в Европе, в Соединенных Штатах эти усилия на поддержку носителей. И там считается, что для того, чтобы люди использовали свои языки, они должны быть избавлены от проблемы, когда для того, чтобы выжить, им нужно отказываться от своего языка. Если человек, так сказать, достигает определенного уровня благосостояния, то он с большим удовольствием пользуется своим этническим языком и передает его детям. А если он видит, что ему не выжить в таких условиях и что для интеграции в современную экономику нужно перейти на другой язык, осуществить смену языка, то его никто от этого удержать не сможет. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Вопросы? Вопросы. Есть один вопрос. Михаил Александрович, у вас в 2006 году вышла книга «Квебекский язык». Вы по-прежнему считаете, что в Квебеке говорят не на квебекском варианте французского, а на квебекском языке? Ну, во-первых, после этого еще вышел двухтомник, который называется «Фронтофония Северной Америки», где, значит, написано также и про другие языки значит, на основе французского, это территориально-национальный вариант французского языка, но квебекцы считают себя своей нацией, а нацией должен быть национальный язык, и они придали ему статус вот квебекского языка. между прочим, значит, вот это общее явление, как только формируется сознание отдельной нации, тут же возникает язык свой и возникает сепаратистские конвенции. Что мы имели, значит, в квебеке, и что еще генерал Деголь выразил во время своего визита, провозгласив лозунг «Да здравствуй, свободный квебек». Спасибо. Спасибо. Все, да? Можно вопрос Михаилу Александровичу? Во-первых, я хочу поблагодарить за книгу, которая у вас вышла в 2015 году. Но это поистине вклад для тех, кто интересуется языковой политикой, языками, развитии языков. и вот какой у меня вопрос. Часть человеческого капитала это вклад в образование. Как вы можете объяснить тот факт, что я начну с того, что всем известно, что, например, американские кампусы в настоящее время, они являются рассадников идей либерализма, то есть отрицаются всеобщие традиционные ценности. Там существует так называемая cancel culture, когда, например, сторонников президента, который не является популярным, могут избить прямо на студенческом кампусе другие студенты. То есть вот эта нетерпимость, которая очень присуща студенческим сообществом Соединенных Штатов, которые целиком поддерживают демократическую партию, отрицают традиционные ценности, как я сказала уже. И вот я не хочу говорить очень конкретно о российском студенчестве, ну в общем-то в связи с тем, наверное, что они впитывают, как вы уже говорили, английский язык повсеместно, существует такое мнение, они тоже в общем-то в большинстве своем отрицают какие-то традиционные ценности, у них левацкие настроения, они поддерживают, ну может быть не разбираясь в этом, поддерживают каких-то лидеров, которые в общем-то на самом деле стремятся только к тому, чтобы подорвать устои государства. Вот как вы можете объяснить то, что именно в самой образованной сфере наблюдаются вот эти явления? Кто сказал, во-первых, что это самое образованное? Ну, считается, что как бы университеты готовят самых образованных людей, элиту общества? Дело в том, что, понимаете, в Америке другой подход к этому делу, потому что если Америке нужно решить какую-то задачу в области науки, техники или технологий, они просто-напросто покупают самого высококвалифицированного специалиста из другой области, из другой страны. Какое образование дают ведущие университеты? Вот Джейн Псаки показывает. Вот сравните, значит, Джейн Псаки, известную всем, и нашу Марию Захарову, выпускницом ГИМО, кстати, наверное, и можно ли говорить, что там у них такой высочайший уровень Я полностью с вами согласна, но среди студентов я могу сказать, распространены взгляды, которые не поддерживают, так скажем, традиционных ценностей, то есть направлены... Они не только среди студентов, это, так сказать, отражение общей ситуации в обществе. Студенты являются частью, потому что здесь сгусток находится в образовательной системе. Промывание мозгов начинается с младшей школы еще и продолжается, так сказать, всю оставшуюся жизнь и всякие вот эти разговоры о там плюрализме, который возможен в среднем это все одни разговоры, но вот поскольку тут упоминались старые книжки, я хочу воспользоваться, что здесь заинтересованные люди, сказать, что как бы жизнь не останавливается. Вот есть книжка, которая называется «Новый мировой языковой порядок». Это новая? да, которая значит в девятнадцатом году вышла. Быстро вы пишете. Да, автор я. Это еще не все. Есть книжка, где три автора. Называется «Языковой капитал в структуре человеческого и культурного капитала». Это двадцатый год. «Языковые переписи и мониторинги как инструмент национальной языковой политики». Это в свете выполнения поручения президента о том, что, значит, должны проводиться мониторинги использования языков. и это все в издательстве РГПУ имени Герцена и там на сайте есть страничка издательства, на сайте университета можно, значит, заказать. Они довольно оперативно эти книжки посылают. Вот все, о чем я сегодня говорил и главное то, о чем я сегодня не мог сказать из-за ограниченности времени, вот тут находится. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы заканчиваем на этом. Можно несколько слов сказать? Да, пожалуйста. Да, я с большим интересом прослушивал выступление Михаила Александровича и есть определенное расхождение во взглядах, я думаю, и Михаил Александрович несколько раз фокусировал на этом внимание, но я думаю, что на самом деле эти парадигмы в принципе могут быть совмещены и вот каким образом. Если использовать метафору языкового капитала, то мне кажется, очень легко прийти к точке зрения, что владение более чем одним языком или даже несколькими языками это расширение индивидуального человеческого капитала. и как я пытался показать освоение русского языка и полное владение им для гражданина России абсолютно не противоречит также хорошему владению этническим языком, а также другими языками. Есть научные данные показывающие, что дети, которые уже в начальной школе являются двуязычными, то есть знающие этнический язык и русский, они легче выставают иностранные языки, чем те дети, которые являются монолинговыми, то есть этот капитал, он как снежный ком накапливается. Ну вот такие у меня возникли предложения, направления для размышлений, чтобы вот эти линии исследований в будущем как-то могли взаимодействовать и, может быть, приводить к взаимному обогащению. Но они взаимодействуют со времен Будуэна, поскольку они одновременно в обществе находятся, это не то, что кто-то сказал, парадигма сменилась. Они существуют. Они сосуществуют. И там, да, и еще долго будут сосуществовать. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. У нас получился разговор неплохой, да, интересный разговор. Спасибо всем за участие. Мы отдыхаем до 12.15 и затем будет продолжение. Всего доброго. Мы погружаемся в мир науки, в мир культуры, простите. Мы погружаемся в мир культуры, в мир фантазии, в мир красивых метафор и всякого рода образов. У нас два выступления. Сергей Леонович Слободнюк нам повествует о серебряном веке русском. «Слово откровения и апокалиптиптика». Он автор доклада по русской литературе. Он является доктором философских наук, доктором филологических наук, профессором кафедры литературы и русского языка Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Слушаем автора. Спасибо, Людмила Георгиевна. Добрый день, коллеги. Добрый день. Ну что ж, начнем. Добрый день, да. Начнем. Наверное, будет страшно. Отечественную словесность трудно обвинить в оригинальности. Византийская книжность и барокко, французский классицизм и английский романтизм, поэзия проклятых и новая драма Ипсена. Круг источников можно продолжать до бесконечности. И только Серебряный век, несмотря на очевидную зависимость от кризисных исканий эпохи, оказывается исключительно русским явлением, не имеющим аналогов мировой культуры. Странное, болезненное детище русских мыслителей и поэтов с первых дней своего существования смущало умы читателей идеями божественной самости человека и рассуждениями о темной сути христианского божества. Во вселенной Гумилева дьявол предшествовал Богу, а Люцифер был обладателем подлинного знания. В опрокинутых мирах Бальмонта зло становилось необходимым условием существования добра, и чудовище с клеймом всегда одно и то же селяло уныние в сердца познающих. Сологуб учил, что дьявол и только дьявол есть истинно милосердный отец рода человеческого, а дебелая похотливая Ева, сумевшая изгнать из рая волшебницу элит, главный враг Адама. И многократно отвергая учение Христова взамен девяти заповедей о блаженствах, Александр Блок провозглашал одну единственную, согласно которой путь открыт наверно краю всем, кто идет путями зла. Истоки подобных настроений известны и подробно описаны в многочисленных научных трудах. И вряд ли можно оспаривать мысль о том, что Серебряный век усвоил им морализм Ницше, возлюбил Софию Владимира Соловьева, поверил в слепую волю Шопенгауэра, перекроил на свой лад учение Канта и творчески редуцировал немецкий романтизм. С другой стороны, сверхчеловеческий имморализм Ницше не предполагал демиургических притязаний. Я хочу совсем открыть вам свое сердце, друзья мои. Если бы существовали боги, как удержался бы я, чтобы не быть богом? Следовательно, нет богов. Так говорил Заратуст Построениями Соловьева и немецким романтизмом в итоге прельстился один лишь блок, который, укрепляя свой дух романтическим жизнеотрицанием, воспевал темную ипостась вечной женственности. У забытых могил пробивалась трава, мы забыли себя и забыли слова, и настала кругом тишина. Этой смертью отшедших, сгоревших дотла, разве ты не жива, разве ты не светла, разве сердце твое не весна? А слепая воля западного Будды вступила в союз с темным и мстящим Адуная и Федора Сологуба, соединившего категорический императив Канта с собственным учением о проклятии вечной жизни, даруемой человеку безжалостным божеством. В страданиях у сладу нашел я кое-как, имел больному взгляду, стал замогильный мрак, и, кончив путь далекий, я начал умирать, и слышу суд жестокий, восстань, живи опять. Но стоит недодолго отвлечься от конкретики, оценить материал в концептуальном плане и противоречия сразу исчезают. И вместо колонны ярких индивидуальностей перед нами оказывается своеобразное братство пророков, каждый из которых по-своему прозревает грядущий финал бытия. Одни цепеняют от ужаса, другие мужественно стремятся к последней черте, третий отстраненно описывают приближение мига, когда, как пророчит Исаия, истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и поклянется ангел Иоанна Богослова именем живущего во веки веков, что времени уже не будет. Словно соревнуясь друг с другом, создатели Серебряного века предлагали разные версии развития событий. Но честь создания самого оригинального и самого страшного апокалипсиса принадлежит автору, имя которого нечасто встречается в филологических студиях. Константин Константинович Случевский. Отставной офицер, чиновник различных министерств, главный редактор правительственного вестника, тайный советник, обладатель придворного звания гавмейстер и поэт противоречий, по сути заложивший основу Серебряного века. Всепоглощающий парадоксализм, прямое толкование библейского текста, альтернативные космогонии, глобальная переоценка базовых ценностей, это все Случевский. Это у него евангельские нищие духом объявляются обычными идиотами. Это его Мефистофель, созидая миру всех на глазах из своей головы, объявляет, я не лгу лишь тогда, когда истинно лгу. А потом, сидя под терновником, убаюкивает найденыша колыбельных на мотивах десятисловия Моисеева и на горной проповеди. Ты расти доброй честью, мать отыщешь уважай, будь терпением известен, не воруй, не убивай, Бога самого большого одного в душе имей, не желай жены другого, день субботний чти, гони, ты евангельское слово так как должно исполняй, как себя люби другого, бьют так щеку подставляй, пусть блистает добродетель не сгорающим огнем, аминь, аминь, Бог свидетель, любь ты будешь мне по нем, для меня добро бесценно, нет добра так нет борьбы, нужны мне и несомненно добродетели горбы. Это сатана Случевского в своей космогонии переворачивает традиционные представления об отношениях добра и зла, и Бог и я, мы два враждебных брата, предвечные эоны высшей силы нам неизвестны детище это он сатана почти по Энгельсу объясняет необъяснимые законами диалектики я злоба и добр об этом двойственность и ад и небо идут неудержимо к разрушению лежит зерно ему судьба растит из оболочки и из содержания как бы из двух всегда враждебных сил просунется росток не то же и тут зерно мы оба только в раздвоении и в искренней вражде различий наших играют жизнь и смерть живые дрожжи но эта рознь в уступках обоюдных утрачивает смысл давным-давно это у Случевского князь печали повествует об иных днях творения и об истинном предназначении человека как это было да припоминал не совершились времена тогда природа мертвая была готова но мысли и сознание лишена мысль оставалась ценным достоянием духовных сфер и в них витали мы как даже после множества исканий и опыт и так сказать на ощупь мысль в человеке наконец пробилась в ней связка завязалась двух миров в них жилы общие какие-то сказались помчалась мысль как кровь по организму переливаясь между тех миров и был начертан дальний путь развития через мысль бессмертия и тогда нам и мне и Богу человек стал нужен он за кого тот победит из нас эскатологические обозрения Случевского тоже далеки от традиционных его сатана оказывается полноправным участником обвинения на страшном суде а Мефистофель не только создателем но и уничтожителем бытия будет день я своей улыбкой сожгу всех систем пузырей всех миров пусть и льгу все чему так приятно живется но вершиной эскатологии поэта противоречий безусловно является стихотворение подражание апокалипсису в принципе апокалиптическая тематика давно и прочно утвердилась в отечественной словесности текст иоанново откровения перекладывали на поэтический язык Жуковский Апуптин Фед позднее Мережковский Бунин и другие однако Случевский как всегда избрал собственный путь текст иоанна являет собой полномасштабную хронику грядущих событий в подражании Случевского представлено лишь несколько последовательных идей иоанн сообщает что был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос как бы трубный который говорил я есмь альфа и омега первый и последний я обратился чтобы увидеть чей голос говоривший со мною и обратившись увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников подобного сыну человеческому облеченному в падир и по персям опоясанного золотым полосом у Случевского читаем и наступила ночь тяжелая глухая ведь деньги было мне меня порыву влег за кряж каких-то гор куда и сам не зная входил я в некий призвищный чертог чертог был гульбищем каких-то сил бесплотных незримых смертному молчания хранили над тьмой безвременья на привязях бесчетных блистало множество больших паникадин и он завершает откровение описанием Иерусалима который нисходил с неба от Бога и словами спасителя блаженны те которые соблюдают заповеди его чтобы иметь им право на древо жизни войти в город ворот а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и идолослужители и всякий любящий и делающий неправду жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром и я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей если кто приложит что к ним на того наложит Бог язвы если кто отнимет что от слов книги пророчества сего у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде свидетельствующий сие говорит ей гряду скоро но грозные речения Христа обращены исключительно к чародеям любодеям и прочим а будущее верных прекрасно в отличие от первоисточника в финале подражания Случевского звучит некий великий голос который недвусмысленно предрекает судьбу всего человечества и он других создаст а прежних уничтожит откровенное и последовательное отклонение автора от новозаветного текста вряд ли можно объяснить желание выделиться и получить хорошие лицензии в толстых журналах Цель Случевского иная под видом подражания Иоаннову откровению представить понимающим читателю новую эсхатологическую систему в противном случае зачем начинать свой апокалипсис с того момента когда у Иоанна богослова все закончилось и впереди показался святый город Иерусалим как мы помним вместо Иерусалима поэт приводит своего героя в некий призрачный чертог где над тимой безвремени на привесе бесчетных блистало множество больших паникадилов устройство этих светильников достойно пристального внимания как бы пророчества какое выполняя огни бестрепетно пылали зажжены от света патмоса от пламени синая рукой таинственных чертог принесены божественное происхождение пламени казалось бы однозначно указывает на христианскую природу текста случевского но далее идут строки которые говорят совсем о другом непостижимо как но те огни слагались как бы в какие-то живые письмена весь мир погиб они одни остались и на кадилах были имена а глубоко внизу обломки на обломках над миром рухнувшим торчали острия и между них блестя огнем чешуй в потемках лежала мертвая библейская змея а подли голубь белый без движения упал пластом безжалостно измят и на груди его как бы изображения семи великих ран елеся переведем введение на категориальный язык итак пространства нет времени нет зло погибло добро погибло и остались только имена живущие в огнях которые ведут происхождение от света патмоса и от пламени сенари мощь этого пламени столь велика что даже ангел смерти перед ним бессилен и он был тоже мертв лицом не видно было не мог я не признать в нем чудной красоты хоть силу и огня местами опалила и покоробила поблекшие черты но вернемся к именам вернее к рядам имен враждебных по всему в полном соответствии с жанром Случевский не дает прямого разъяснения того о каких именах идет речь дальнейшее вопрошение еще больше запутывает ситуацию что общего у них давным-давно прошедших пророков и шутов тех или других вождей людей проклятия великих сумасшедших и неизвестных мне по именам людей впрочем если вдуматься ответ хоть и неполный находится достаточно легко пророки и шуты им дозволялось говорить правду власть поддержащим людей проклятия возможно соотнести с потомками Каина и детьми Марфы миссия которых была тяжела но без них не было бы ни ремесек ни технического прогресса что касается великих сумасшедших то здесь все сложнее сумасшедствие в священном писании упоминается редко и всегда имеет отрицательное значение безумие и его производные встречаются значительно чаще но в большинстве случаев все коннотации безусловно отрицательны и в пророках я видел безумие они пророчествовали именем Вала воскресает верение сказала безумец сердце своем нет бога пишет псалмопевец апостол павел в первом послании коринфянам подчеркивает если кто из вас думает быть мудрым веки сиом тот будь безумным чтобы быть мудрым ибо мудрость мира сего есть безумие пред богом как написано уловляет мудрых в лукавстве их упоминание безумия в нейтральном либо положительном смысле единичном иудеи требуют чудес и ельнины ищут мудрости а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для ельнина в безумии мы безумны христа ради а вы мудры во христе мы немощны а вы крепки вы в славе а мы в бесчестии так говорит апостол Павел как видим библейский текст не дает ключа к шифру с учебством и это вполне объяснимо поскольку источником в данном случае оказывается известное стихотворение Беранже безумцы герои Беранже это безумец жених грядущий к идее Сен-Симон Фурье Анфантен и Иисус Назарей царь иудейский о котором сказано по безумным блуждая дорогам нам безумец открыл новый свет нам безумец дал новый завет ибо этот безумец был богом подобный поворот сюжета достаточно любопытен но не давая считателю передохнуть Случевский оглушает его новым откровением я услыхал тогда как будто прорицание блудницу жизни в бездну унесло погибло с ней все одно одно страдание горит над бездной осталось не прошло в нем сущность мира альфа и омега страдания лишь одну пощаду обрели и пламена блестят как светочи ночлега над разрушениями замученцами не стоит думать что речь идет о страдающем боге нового завета нет здесь фигурирует именно страдание как таковое страдание как единственная константа былого и наступившего бытия страдание как первооснова существования и конечная цель дальнейший поворот сюжета способен поставить в тупик даже хорошо подготовленного читателя неведомый никому кроме автора великий голос гневно обличает человечество главная вина которого состоит в том что пытливый ум людей как прежде в жизни ставит вопросы страшные о бытии времен как выясняется обладание пытливым суть сомневающимся умом пусть и потенциально но уравнивает смертные создания Божьи с Творцом пытливый ум людей как прежде в жизни ставит вопросы страшные о бытии времен так тоже наконец из двух вас власть кто правит они ли смертные или бессмертный он безусловно идея случевского возникла не на пустом месте еще Иоанн Скотт Эриогена великий средневековый вольдодумец утверждал что разум делает человека подобным создателем и отвергал любые авторитеты кроме разума но даже Эриоген который вел бытие к окончательному переходу в состояние природы несотворенной и нетворящей то есть во тьму во тьму окончательную не пришел в голову сценарий подобный сценарию случевского и он других создаст а прежних уничтожит так чтобы в имени проказе не пройти то что появится и что он приумножит и в жизни поведет на новые пути даже поэты серебряного века оказались большими буманистами чем случилось сологуб мрачно пророчивший свой армагеддон оставлял человечеству право на жизнь вечную и не менее вечную муку и ты когда придешь в змеи среди миров раскрытый рай там поздней злобою сгорай ты встречишь там весь сон звери и забавляться злой игрой там будет вдохновитель твой он вечно сущий он единый гумилев воспевая утреннюю звезду люцифера пророчил устами грозного серафима нежный брат вновь крылатый брат бывший то властителем то нищим за стенами рая новый сад лучший сад с тобою мы отыщем там где плещет сладкая вода вновь соединим мы наши руки утрен милая звезда мы не вспомним о былой свеки чтобы ничто не помешало встрече и счастье нового мира поэт даже позволил человеку убить бога но забыли мы что осиянно только слово среди милых и в евангелии от иоанна сказано что слово это бог мы ему поставили пределом скудные пределы естества и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова и хотя воцаряясь над миром утренняя звезда все-таки уничтожит взрослую часть человечества но дети юношества и старики останутся в нефиксной вести блок который поначалу восклицал в невинно людоедском экстазе увижу я как будет погибать вселенная моя отчизна я буду одиноко ликовать над бытия ужасной тризной в дальнейшем ограничился всего лишь мировым пожаром поставленным на службу апостолам революции мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем мировой пожар в крови господи благослови как видимо здесь гибель затронет и избранных несоответствующих высоким требованиям классового подхода и классовой морали и только у случевского исключения нет приговор вынесенный великим голосом касается всех обжалованию не подлежит и приводится в исполнение сразу после оглашения и стали погасать дымясь по Никодилу одни во след другим погасли имена тьма непроглядная отсюда обступила непоборимая безмолвная одна и тот же глаз звучал как бы из некой славы суровый медленный и страшный как саму иначе на людей не отыскать управы иначе не смирить их поврежденный ум через несколько десятилетий в романе Евгения заметен мы словно во исполнении пророчества Случевского благодетик живой бог единого государства начнет великую операцию по исцелению разумной части человечества и вскоре полностью исцеленный от фантазии она же душа Д503 завершит свой дневник следующими словами я здоров я совершенно абсолютно здоров я улыбаюсь я не могу не улыбаться из головы вытащили какую-то занозу в голове легко пусто точнее не пусто но нет ничего постороннего мешающего улыбаться улыбка есть нормальное состояние нормального человека я явился к благодетелю и рассказал ему все что мне было известно о врагах счастья почему раньше это могло мне казаться трудным непонятно единственное объяснение прежняя моя болезнь душа в западных кварталах все еще хаос рев трупы звери и к сожалению значительное количество номеров изменивших разуму но на поперечном сороковом проспекте удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн и я надеюсь мы победим больше я уверен мы победим потому что разум должен победить да должен победить чтобы подчинить своему благодетельному игу неведомые существа обитающие на их планетах быть может еще в диком состоянии свободы удастся ли исцеленному человечеству под рев моторы интеграла смирить поврежденные умы других обитателей вселенной возможно так а возможно и нет замятин не дает ответа и лишь в конце двадцатого столетия Леонид Леонов соединив в пространстве романа наваждение пирамида потомков вечной женственности прозрения случневского откровения Иоанна Богослова и собственные теории показал куда могут завести человечество бездушный разум в союзе с хищной мыслью цитирую извечная вера тружеников в свой праздник когда для всех и всегда будет хватать всего на свете внезапно усложнится вовсе роковой нехваткой жилплощади под солнцем меж тем две безгранично могущественные стихии за порогом истории ждут своего срока ворваться в мир одну из них через чурпотливый разум открыл в нулевом да то ли пространстве атома другая раскрылась сама в чрезмерном влечении людей к воспроизводству себе подобных совмещение их повлекло бы последствия превосходящие воображение патмосского пророка ибо подобная удавка нестерпимая людская теснота в очередной фазе бешенства вынудила бы осатаневшее человечество применить самые надежные из убойных средств и тем самым завершить победу над самим собой конец цитаты впрочем возможно и иные варианты развития событий от измельчания рода человечества людского к состоянию разумной плесени до его гибели в термоядерном пламени сверхновых звезд которые вспыхнут по велению божества дабы навсегда избавить вселенную от присутствия осатаневшего человека но это говоря словами Эльдиарда Кифлинга уже совсем другая история спасибо коллеги если есть вопросы я готов ответить спасибо большое пожалуйста вопросы уважаемый Сергей Леонович первое что хочу спросить у меня два вопроса это пандемия вас навела на такую мрачную тему нет я всю жизнь с этой темой живу поэтому я смотрю на мир с оптимизмом и второй вопрос я к сожалению не очень хорошо знаю биографию Константина Случевского обратила внимание что в дореволюционных сборниках чтец декламатор всегда были его стихи но они были значительно веселее скажите пожалуйста а у него почему возникла такая тема апокалиптическая это личные обстоятельства его натолкнули я думаю что и личное тоже как поэт он был чрезвычайно скажем так неудачен его не понимали его критиковали его поливали грязью под занавес жизни он бедняга пытался предложить издателям свои стихи его никто не брал и вот финальный его цикл песни из уголка когда он уже уйдя в отставку уезжает в свое поместье и там постепенно теряет зрение они проникли с одной стороны безумной горечью с другой стороны он отворачивается от своих прежних некоторых скажем так исканий и пытается найти утешение в христианстве но находит его также по случевскому дело в том что он получил очень хорошее философское образование в немецких университетах поэтому изначально это была просто игра игра специфическими учениями специфическими концепциями ну а потом затянуло мы получили колоссальное удовольствие услышав русское слово да мы так давно и вообще не слышали именно стиха именно поэтической речи во-первых большое спасибо вам за это спасибо вот да это редко услышишь и в в артистическом исполнении кстати вот а второй вопрос такой не знаю как он вам понравится насколько глубоко так сказать глубок интерес в русском сознании в русском да национальном собрании вот интерес к этой символике к этой теме к этой потусторонности скажем нет или здесь элемента позы нет ли здесь элемента увлеченности западными течениями которые процветают в этот момент в европейских культурах вот расстолкуйте нам это пожалуйста если говорить о русском сознании в целом то наверное я с вами соглашусь поскольку я в общем-то всегда помню слова Белинского что русский мужик крестясь правой рукой в это время левый почесывает себе запад то есть конечно религиозность народная она очень сильно отличалась от религиозности скажем так интеллигентской что касается вот всей этой линии игры первоосновами то конечно же это скажем так первый толчок был дан западом даже у Случевского мы находим очень мощное влияние скажем Альфредо де Виньи у Случевского есть драма под названием Элоа которая является ну я не сказал бы скажем так репликой или скажем так аналогом ну точнее будет выразиться наверное своеобразным поэтическим ответом на мистерию де Виньи Элоа или Сестра Ангелов это первый момент момент второй конечно же русское сознание я имею ввиду читающей культурной части публики оно испытало сильнейшее влияние тех процессов которые я не рискую выражаться на иностранном языке поэтому переведу на русском по-русски того что называется консум век вот этот конец века о котором писали Нардау о котором писал Константин Леонтьев так глухо но как это у нас всегда бывает мы берем несовместимые элементы из западных теорий собираем из них некий конструктор который оказывается вполне благополучным и живым что делает Владимир Соловьев он от кризиса западного рационализма переходит к своей философии всеединства но вместо светлой философии всеединства предлагает нам идею бога человечества в котором все замечательно кроме одного перейти туда можно после физического конца всего существования при этом тщательно маскирует каббализм там другие жизнеотрицающие учения которые лежат в основе его вечной женственности Дмитрий Мережковский он ну вроде бы продолжая идею французского декаданса приходит к мысли что человек не просто богоподобен человек может стать богом для вселенной и для самого себя Сологуб берет Шопенгауэра и совмещает вот эту темную слепую волю с идеей темного бога Адоная который оказывается узурпатором и будет свернут ангелами Люцифера Малохом и Астарофом поэтому конечно же конечно же вы правы да одно уточнение изначально это была игра но эта игра превратилась в жизнь очень немногие могли отстраниться потому что как говорят богословы прельстительная составляющая жизнеотрицающего печения она она очень сильна и она затягивает доказательство тому судьба блока который играя с темной ипостасью прекрасной дамы в общем-то полностью себя убил и продемонстрировал что такое диалектика омертвение души если кратко так спасибо спасибо еще кто-то хочет высказаться задать вопрос можно я хочу спросить да конечно спасибо большое Сергей Леонович за очень интересный доклад я хотела вас спросить вот вы сказали что русскому серебряному веку нет аналогов а вот безумный интерес к поэзии в 60-х годах когда поэты собирали стадион и считали свои стихи около памятника Пушкину и Маяковскому не было ли это какой-то серебряный век два я бы сказал так что это отголосок явлений сопутствовавших серебряному веку дело в том что я определяю серебряный век для себя очень жестко это символисты и акмиисты все потому что ни футуризм ни мажинизм они уже не вписываются сейчас модно все включать но тем не менее идея поэза концертов который так успешно воплощал в жизни кассирианин я думаю что она повлияла на 60-х хотя не в коня корм вот на мой вкус все отличие серебряного века от поэза 60-х что тогда стихи писали гений а в 60-е годы это уже были таланты спасибо 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 большое большое спасибо ну и мы переходим к последнему выступлению пленарному это выступление о французском кино о французском кино которые историки размещают размещают в период рождения этого зрелища считая родителем этого вида искусства это это конец 19-го века и не совсем правильно потому что кино это движущиеся изображения движущая картинка которая интересует человечество с давних времен и в разных уголках земного шара прежде всего это китай в древности на рынках китая работали аттракционы где показывали картинки которые очень быстро двигали и там происходили разного рода эффекты аттракционы зрительные эффекты допустим нарисованный человек терял голову потом эта голова к нему присоединялась и так далее вот такого рода трюки были результатом того что человек заметил что нужно очень быстро вращать картинку чтобы она начала производить впечатление движения в Европе этим занимались ученые физики Фарадей этим занимался Ньютон в свое время и вот они заметили опять-таки эту зависимость между ускорением и между впечатлением движения ну как это сделать человек еще не знал а вот это удалось промышленникам братьям Люмьером отец и два брата фабриканты производили пленку для фотографий фотография в то время была очень модной и развитое и вот старший Люмьер пришел домой заснул видел сон и как Менделееву ему приснилось аппарат который нужно вот соорудить для того чтобы он и производил пленку и ее крутил и показывал движение так родился вот кинематографический аппарат так родился кинематограф что делали Люмьеры они сняли три документальных фильма маленьких по минутке да из быта своего семейного быта возвращение из рабочих завода Люмьер как кормили кашей одного из членов семьи Люмьер и третье прибытие поезда и вот эти фильмы они пригласили элиту французскую в Гран-кафе 1898 год взяли с них деньги за билетик билет стоит один франк посадили показали эти фильмы и таким образом создали общественное мнение что возникло публичное зрелище новый вид публичного зрелища это кинематограф корень слова синема кинема это движение по-гречески да и вот этот просмотр считается началом или рождением нового нового вида кинематографа для людей того времени это было огромное событие выскакивали из комнаты не хотели оставаться здесь боялись кричали звали на помощь потому что боялись что паровоз их переедет они не привыкли еще видеть движение вот так создался фильм от образ возникли тут же фирмы которые стали производить и снимать эти маленькие фильмы фильмы сначала документальные возникла фирма Патте возникла фирма Гомон мы их знаем даже и сегодня да мы знаем их по и возникли люди которые стали показывать эти фильмы и снимать их придумывать сюжеты где брать сюжеты сюжеты стали брать в литературных произведениях появился Мельез Мельез работал у Патте фантазер значит снимал фильмы покажите нам Мельез снимал фильмы вот он да из литературных произведений он обращался к Свифту он обращался к произведениям Готте он обращался к сказкам Перу снимал маленькие фильмы минут на 20 но так сказать их было много и они заполоняли экран и очень были в моде Другой да Бельез верил в могущество кино он сравнивал его со сновидением он говорил что только сон мог дать человеку такой полет фантазии обращение в будущее обращение в прошлое вообще какие-то совершенно невообразимые образы вот это так сказать была его вера и она его очень двигала в его деятельности второе лицо которое вошло в историю это Феяда он работал у Гомона Феяда вот он да он любил приключения он любил приключения авантюры всякие необычные совпадения и так далее и он был автором вот всякого рода приключенческих историй и появились актеры известные актеры исполнители ролей Макс Линдер покажите нам Макса Линдера прохвост жулик обаятелен соблазняет состоятельных девушек показан снялся в колоссальном количестве фильмов показан во всех ситуациях и в коммерции и на балу и в романтической ситуации и наоборот на кладбище там еще где угодно Макс Линдер был очень 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 мегазвездой говоря современным языком очень известным актером нужно сказать что вот накануне первой войны французская кинопромышленность занимает лидирующее место в Европе и производит около 90% всех кинопроизведений того времени но приходит первая война мобилизован персонал Макс Линдер на фронте получает контур и возвращается не находит себе места поскольку место занято первое на первое место выдвигается Голливуд и наиболее популярным актером занимающимся экраны Чарли Чаплин период между 20-ми и 30-ми годами вне 20-30-х годов это период по-французски называется между двумя войнами Антро Дюгер это период очень благоприятный для развития кино чем благоприятен кино оттачивает свой язык появляется термин ЛЯНГ Дю СИНЕМА пластический язык кино где черпает свои приемы свои методы работы кино у цирка и театра очень развивается техника техника трюковых съемок когда герой пропадает вдруг на экране потом неожиданно возникает потом с ним случаются какие-то трансформации необычные вот и все это показывается средствами кино кино немое оно называется Le Grand Mivet Великий Немой но это не значит что оно глухое дело в том что музыка сопровождает фильмы и очень крупные французские музыканты композиторы работают для того чтобы сочинить представить музыку для каждого из фильма это мио это онегер это кто еще это крупнейшие крупнейшие французские крупнейшие французские композиторы шумы в улице передается хорошо песни песни уличные малозначимые но многоговорящие зрителю и я хочу сейчас показать песню вернее так фрагмент из оформления фильма знаменитого Ронеклера который фильм называется под крышами Парижа это визитная карточка французского кино уличная песенка которая стала гимном французского киноискусства но приходит 1928 и 1929 год и кино становится звуковым в кино приходит звук много протестов крупные режиссеры выступают против они говорят что звук убьет специфику нашего искусства что он здесь совершенно лишний ненужный грубый но техника берет свое и пишут манифесты выходят на манифестации но тем не менее так сказать техника берет свое и кино становится звуковым хочу обратить внимание на два слова русское слово звуковое кино да французское слово синема парлам кино которое говорит говорящее кино оно сообщает какие-то важные смысловые да какие-то отрезки это очень важно для французского для французской концепции этого искусства война европа разрушена большая часть режиссеров уезжает в голливуд они там снимают но больших успехов не достигает никто кроме одного человека луи маля луи маль молодой режиссер он как-то сумел найти общий язык и взаимопонимание с американскими кинематографистами его фильм фильм на эшафот дорога на эшафот получил оскара он там остался в голливуде и закончил жизнь в голливуде и похоронен в соединенных штабах вот такое исключение потому что все остальные постарались как можно скорее после конца войны вернуться назад разрозненно разрушено полностью кинематографическое хозяйство весь персонал на войне разбежался найти никого невозможно фирмы ведут себя крайне некрасиво и тот же гамон и тот же патэ они отказываются принимать участие в установлении кинематографического хозяйства все падает на плечи государства 50-е да я забыла сказать что во время войны работал комитет в защите французского кино из нескольких режиссеров состоявших гриме он бекет работали в этих в этих в этих в этих ну они были нелегальными структурах но была группа кто снимал на камеру события улицы и вот документалисты оказали очень большую услугу потом историкам и сохранили бесценные материалы того времени вот значит 50-е годы постепенно идет восстановление кинематографического хозяйства и совершенно так сказать ну парадоксально что ли неожиданно во франции вспыхивает вспыхивает неожиданно она вскакивает появляется новое художественное течение которое называется поэтическим реализмом реализм поэтик это группа крупных режиссеров которые интересуют во-первых обычные события жизни во-вторых обычные люди в-третьих взаимношения между характерами человеческими и вот то что скрыто то что нужно так сказать выявлять путем 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 анализа анализа характеров какая-то метафоричность какая-то насказательность человеческого поведения человеческой речи то есть какая-то психологическая усложненность человеческих отношений и рождается целая серия замечательных фильмов просто замечательных вот значит вот простейший фильм один из очень таких ординарных фильмов фильм Жанна Пиното их было пятеро он дубрирован на русский язык шел в Советском Союзе их было пятеро это что-то вроде белорусского вокзала значит пятеро солдат сидели в одной траншеи совершенно разного происхождения разных так сказать разных разных достатков и интересов вот они вышли после значит войны и некоторое время встречались и если вот допустим белорусском вокзале люди несмотря на географическую разобщенность они все-таки как-то встретились и были дружны и понимали друг друга и были едины вот этого ничего нет у французских героев они растеряны стали работать в первую очередь социальные различия появилось предательство между ними появились какие-то фальшивые женщины в общем они остались одинокими разочарованными и их было пятеро но их сейчас уже не пятеро вот такой простой но очень очень трогательный очень серьезный замечательный сценарий ни одного лишнего слова ни одной болтовни никакой нет все очень законично все бьет чисто в цель поэтический реализм принес замечательную экранизацию французы любят экранизации часто привлекают книг но эти два фильма занимают особое место в антологиях и считаются так сказать недосягаемыми автор Клод вот там Лора два фильма по романам Стендали первый фильм Красное и Черное актеры 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 Даниэль Дарье вот она да Жираф Филипп и второй фильм это опять-таки по Стендалю это Пармская обитель опять-таки Жираф Филипп и Мария Казарас исключительно вот тонкость качество сценария великолепная игра актеров костюмы я не знаю декорации все что угодно вообще совершенно так сказать действительно первоклассно здесь же в это же время в 50-е годы приходят создаются две комедии о которых тоже стоит сказать потому что они тоже являются самой сильной стороной французского кино это первый фильм это Фанфан Тюлпан и второй фильм это Бабета идет на войну оба фильма принадлежат Кристиану Жаку Кристиан Жак автор вот этих знаменитых французских кино значит по поводу Фанфана Тюлпана опять 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 Жираф Филипп и Лола Бриджидер фильм выдуманный антивоенный но считается историческим но никаких исторических сведений Майших и несет вот еще раз говорю придуманный война в кружевах период Людовика 15 для того чтобы показать сказать никчемность разрушительность войны на вот этом королевском на этом королевском примере второй фильм это Бабета идет на войну фильм исключительной популярности у нас была даже специальная как называется прическа Бабета она называлась несколько лет женщины носили вот эту прическу там снялась Бриджит Бардо актриса про которую очень много писали многого и плохого и хорошего вот как раз в этом фильме она показала себя очень хорошо значит кто она такая она никто вообще никто у нее нет актерского образования она кончила какие-то курсы танцевальные нигде не училась вообще в той стране в той семье где она росла отчим интересовался имел кинокамеру и снимал любительские фильмы и снимал ее с детских лет и она хорошо свободно чувствовала себя перед камерой вот и когда она подросла ее муж режиссер Вадим решил использовать ее вот она легко развивалась она имела хорошую фигуру вот и он ее стал демонстрировать вот сначала в каких-то эпизодах а потом более серьезных фильмах и вот в этом фильме Бабете значит французы очень любят посмеяться над своей разбежкой мы знаем этот фильм есть такой высокий блондин в черном ботинке вот там разведка очень хорошо показана ну вот и здесь тоже показано новое увлечение французской тоже антивоенной фильмы и тоже придуманы значит показано увлечение французской разведки психологическими новыми приемами и офицер который французский офицер который готовит агента для того что отправить ее в тыл там есть генерал немец очень образованный очень пожилой который у которого нужно выведать какие-то секреты он значит он немец специалист музыки и значит агент должен разбираться в композиторах и офицер готовит он играет ей произведения и учит говорить бах о бах это ручей а Моцарт это божественно де Люси это замечательно вот в таком вот духе она это выучивает все перепутывает абсолютная дурочка ее засылают в тыл и она немцу выдает все это в другой ситуации и интересно вот это называется прием перекрестного использования текста то есть один и тот же текст используется в другой ситуации полностью и приобретается абсолютно другой смысл немец говорит боже мой как глубоко вы знаете музыку как вы умеете хорошо сказать вот по поводу допустим Моцарта как вы хорошо высказывались вот таким вот вот этот комический прием один из излюбленных приемов французской комедии значит это поэтический реализм и его завоевание это течение 50-х годов 60-е годы приносят новую волну опять течение а называется это новая вага по-французски группа молодых режиссеров координируется вокруг журнала вновь образованного журнала Каи Дю Синема тетради кино Андре Базен не автор а главный редактор и писатель вокруг вот он выходит с новой идеей идеями то что нужно раскрепостить кинокамеру что это значит камера страдает от диктатора режиссеров они ее командуют они говорят как себя вести что снимать бесконечные декорации надоело вышли на природу отказались от декорации пусть актеры говорят то что они хотят потому что сценарий это протекст это предлог а говорить нужно свободно и выражать свою человеческую сущность работают годар работают шаброль лелуш лошанва их много но чтобы были большие свершения самым серьезным интересным фильмом является фильм Рено Рене Хиросима Любовь у нас был очень популярен фильм мужчина и женщина Леруша наверное видели да мужчина и женщина был очень вот ну и по мнению критики новая волна принесла какое-то какое-то обогащение чисто технологическое кино вот какие-то новые приемы импровизации какие-то вот приемы съемки вот это так сказать обогатило инструментарий обычно камерам менеджер вот этих операторов 70-е годы на 70-е годы колоссальное усиление коммерческого кино просто за силу идет коммерческого кино доля кино так сказать серьезного актерского очень небольшая падает и что очень 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 приводит волнение общественность а французская общественность не дремлет они необычайно ревниво относятся к состоянию кино являются активнейшими зрителями и участниками всех общественных движений это очень интересно причем без всяких так сказать принуждений там и так далее и так далее обычные простые люди они вообще любят это декор французский дело вот в чем в сорок четвертом году когда освободила значит период освобождения был во французскую мэрию вошел американский офицер принес стол поставил сказал здесь будет американская администрация мы будем руководить аудиовизуальным движением во всей Европе и началось влияние мягко выражаясь засилье американской политики франция была очень слабой она не была среди победителей правительство слабенькое правительство блума заключает договор с американской администрацией о том что аудиовизуальная промышленность визуальные показы во франции будут распределены таким образом 36 недель американская продукция показывается отчислениями в америку конечно вот и 16 недель французской 36 16 французы называют это кабальным договором и каждый раз после этого 44 года столько лет 50-е 60-е 70-е годы при встречах правительственных все время ставят вопрос о сокращении количества недель до американских показов и их сокращают не на очень много французы продолжают считать так сказать этот договор кабайлом Жак Ланг это министр при министр культуры при министерстве Миттерана употребляет просто термины голливудский империализм прямо так вот да и значит думают все а французы выходят да французы когда приходят смотреть фильмы и если идет фильм без дубляжа на французском а это частый случай в то время да они кричат парали француз прямо в зале и да и требуют от правительства принять меры по поддержке французского кино значит что делается делаются вещи очень энергичные первое вводится налог который называется друа дантре по-французски право войти налог на входной билет входишь покупаешь билет и оттуда пять процентов отчисляется тут же механически фонд фонд государственная структура созданная и вот он собирает деньги которые предназначены для поддержки первое второе значит реклама на телевидение 6 процентов фонд кино дальше создается система кооперации нескольких корпораций название ее Софико какое-то сокращение это Софико получает большие привилегии от правительства с точки зрения налогообложения налогообложения потому что дает какие-то большие кредиты для съемки новых фильмов особенно молодых особенно неизвестных авторов вот такие кардинальные резкие так сказать меры предпринимаются да и еще вот чисто такие бытовые вещи вот например так киноклубы создаются киноклубы особенно допустим такой киноклуб по интересам допустим есть такое отрасль R.E.S.E. искусство и опыт это авторское кино вот авторское кино отдельные киноклубы и там значит вот демонстрируются фильмы этого направления есть введена карта до фиделите карточка верности карточка верности это абонемент который дает вам скидку на то чтобы если вы ходите часто в кино то вы будете платить меньше вот такие вот меры активные причем сразу так сказать целенаправленные были предприняты вот в ряд в течение 70-х годов и нужно сказать что положение несколько выронилось конечно и значит что делается дальше 80-е 90-е и начало следующего века снимается все снимается все в смысле тема тематика осталась прежней значит снимаются темы костюмные фильмы исторические фильмы военные фильмы военные очень редко кстати вот снимаются авантюрные фильмы коммерческих фильмов много но они эти фильмы приобрели вот такой особый вид это легкая комедия обычно довольно веселая симпатичная приятная немножко связан чуть-чуточку связан это не большие социальные проблемы нет связан с современностью отрежащие все-таки то среду где люди живут вот доставляющие удовольствие но все но не больше вот пример среднего фильма вот сегодняшнего дня вот допустим так провинциальный нотариус семья три дочери замужем одна за китайцем вторая за арабом третья за изераритянином а четвертая приходит говорит папа и мама я выхожу замуж да за кого ты доченька выходишь замуж как зовут твоего жениха приведи познакоми так далее мамочка его зовут шарля какое счастье шарль французское имя все надеются что это француз о шарль веди шарля пусть приходит шарль 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 он африканец вот ну вот значит сама ситуация несколько да несколько юмористичная ну вот семья так сказать правильная провинциальная к папе с мамой в воскресенье обедать вообще все значит как заведено но детей конечно между собой спорят и скандалят и допустим китайчик маленького роста на него нападает израильтянин а тот китаец маленького роста применяет какой-то прием такой бойцовский да и израильтянин здоровенный дядька падает так сказать полностью побежденный вот такие вот смешные трюки но ссориться они не могут потому что китайцы свой собственный банк и они к нему приходят за займами вот и значит самое интересное это что семья африканцев приезжает договариваться по поводу свадьбы 32 человека они занимают весь дом они занимают округу там и так далее папа африканец без бизнесмен толстый раздраженный очень недовольный тем что его сын женится на белой женщине потому что они ограбили его страну и он их белых не уважает и платить за свадьбу не будет 50% вот а значит второй папа тоже не хочет платить 50% потому что они сделали африканцев людьми сделали дороги сделали образование а еще они чем-то недовольны и вот начинается спор спор ведется долго все в этом участвуют значит есть такая напиток кавальдес это виноградная водка из Нормандии вот эта бутылочка стоит между двумя папами и они в течение нескольких часов разговаривая вот эту бутылочку опустошают для нас это конечно смешно это как нарзан пить а значит в публику французскую это впечатляет в конце концов после как они выбирают эту самую бутылку они приходят в консенсус они устанавливают цену на свадьбу и значит вот кончается все благополучно вот вам фильм да который очень приятно прийти с семьей это целый целый блок да целая так сказать группа фильмов которые называются для семейного просмотра и их много и они очень часто очень симпатичны мы их любим покупать наша страна сейчас эти фильмы часть французских фильмов купила и вот я сейчас о некоторых из них скажу потому что некоторые из них действительно стоят того чтобы их посмотреть и главное что они имеют экологическую направленность это фильм Оливье который я недавно смотрела это фильм 20-го года который называется пеликан пеликан это птица действие происходит в Греции мальчик дружит с птицей она приносит ему счастье и радость той деревеньки греческой в которой он находится и фильм Берни фильма Никола Валье о котором стоит сказать особо вот он пожалуйста это заставка фильма это путешественник это писатель это человек который очень много путешествовал по Арктике Валье вот он снял фильм полудокументальный о себе действующим лицом умиляется вон его семья называется расправить крылья фильм о птицах он показывает себя на какой-то станции небольшой провинциальной во Франции он занимается птицами птицы редкой породы они летают перелетные птицы из Норвегии во Франции Франции и Норвегии и сейчас у них случилось ЧП а именно птицы не могут летать старым маршрутом потому что там возникла какая-то промышленная зона и птицы погибнут и этот чудак значит автор он берет на себя обязанность добровольно совершенно для того чтобы переучить птиц научить их летать другим маршрутам это оказалось очень хлопотным делом потому что масса документов нужна документы упирались в Норвегию там такая бюрократия что вообще французы этого во сне не видели вот пришлось подделать документы чтобы как-то выйти из этого тупика вот и птиц учить трудно и условия погодные трудные его жена жена автора Варьи посылает к нему сына подростка чтобы сына оторвать от гаджетов и от социальных сетей от которых он пропадает значит мальчик приезжает туда очень разочарован там неинтересно ему но со временем втягивается в эту деятельность и оказывает большую помощь там он попадает в какие-то очень трудные ситуации но оказывает помощь и птиц значит продолжают учить вот снимки необыкновенно красивые очень техничные птицы значит показаны во всех ракурсах только можно и нужно сказать что фильм пользуется успехом фильм удался конечно и конечно так сказать это это большая удача ну и я подвожу итог подвожу итог говоря об особенностях французского кинематографа ну я должен сказать что францию конечно нельзя назвать страной империи кинематографии нет она уступает место Голливуду Индии Китаю Канаде и занимает только пятое место в мире но она достойно занимает свое место и играет очень важную роль в Европе постараюсь и в европейском киноискусстве постараюсь это показать значит первое Франции принадлежит заслуга в том что она обратила человечество внимание человечества к тому что возникло новое вид зрелища кинематограф о рождении и о публичности кинематографа сообщила Франция второе Франции принадлежит инициатива провозглашения кино искусством потому что поначалу это было зрелище это было промышленное совершенно мероприятие три ключевых слова продюксион дистрибюсион эксплуатасион не надо переводить наверное вот это три слова которые полностью характеризуют это зрелище как промышленное правда как промышленное как то сказать чисто индустриальное мероприятие со временем оно освещается эстетическим содержанием получает свое развитие получают своих специалистов формируют свой язык и становятся искусственными оно провозглашается в 1985 году французской академии академии дебуза там создается седьмое отделение аудиовизуальных искусств так оно называется и туда входит кинематография кинематографическое искусство далее франция дает европейскую копилку два художественных направления кинематографии что само по себе неплохо это поэтический реализм это это новая волна далее франция является создателем Каннского фестиваля необыкновенно так сказать престижного кинопоказа кстати русские там получили несколько наград в 58 году это был фильм Колотозова это был фильм Колотозова летят журавли если кто смотрел один из очень хороших фильмов наш вот и фильм 94 года Михалкова утомленные солнечные у французов много наград кинематографических они эти награды за лучшую роль за лучшие сценарии за лучшую съемку обычно да они носят эти награды носят название французских режиссеров для того чтобы продлить традицию показать историю да вот они очень внимательны к тому как назвать какое акцию какое явление есть премия мельеса есть премия Жанна Габена допустим да вот излюбленные жанры французского кино это драма психологическая драма мы говорили об этом говоря о о о о о политическом реализме и комедия французы дали очень много актеров комедийных во французске они называются мэтр дю синема это макс линдер это жак татин фернандель фюнес дальше кто там еще их очень много но это мужчины женщин назову драматических актеров в кино считанные ну пять штук назову больше нет включая актрис вообще только две штуки это Симона Синьоре и Мария Казарес которая в общем испанка честно говоря не французская она дочка испанского посла который был в Париже а она играла в театре комедии французской она вообще драматическая актриса вот она играла у Клода вот она в фильме вот интересно да мужчины и комики вот так да ну и наконец-таки да хочу подчеркнуть близность удивительную так сказать точность и внимательность по отношению к сценарию литературное качество сценария большое количество экранизаций еще одна деталь есть ли у французов цензура и да и нет вообще ее нет но она есть потому что идут фильмы порнографические икс они отмечаются специальным значком и есть специальное помещение запрета прямого нет демократическая страна запрет но владелец зала имеет такой налог что в общем его существование крайне сложно 33% вот и в 1919 году в начале века 20 1919 году во Франции создана комиссия комиссия по классификации произведений кинематографических что это такое это огромная структура которая содержит около 100 человек из разных областей юристы мэры мамы еще там кто-то такое то есть все социальные слои все они представлены в этих группах какие-то группы секции 12-14 16-18 и так далее много молодежи очень которые эти секции решают вопрос о допустимости того или иного фильма для того или иного возраста вот 12-14 16 это вот они устанавливают начиная с начала 20-го века то есть контроль идет контроль идет очень жестко вот и еще одно Франция начиная вот с 90-х наверное годов расширила круг своих структур европейских и поменяла название ну допустим ассоциация режиссеров кинематографистов допустим такая французская ассоциация режиссеров сейчас она национальная ассоциация Сейчас она называется Европейская ассоциация кинематографистов. Допустим, Институт кинематографии, наш ГИК, в 1944 году создан. И так и назывался Институт кинематографии. Ничего подобного. Сейчас с 1985 года он называется форум, европейский форум аудиовизуальный, чего-то такое. Что такое? Везде встречается слово европейский. Во всех названиях, всех структур. Это очень праздник проводится. Патремон национальный, праздник народной культуры. Сейчас Эропеен Патремон. Патремон Эропеен. Обязательно, чтобы не французская культура, европейской культуры, европейских культур. Почему? Франция претендует на место объединителя, объединителя интересов европейских стран в защите их национальных интересов, так и сформулировано, против голливудской агрессии. против голливудской агрессии, агрессии Голливуда. Вот, так сказать, новая роль, которую она на себя взяла. И заканчивая, я хочу сказать, что, конечно, она является, она, Франция, является образцом, который достоин всяческого уважения и подражания. Несомненно, вот, что мы, так сказать, как защищать и пропагандировать и поддерживать престиж своего национального искусства. Заканчиваю. Кто хочет спросить? Людмила Георгиевна, можно задать вопрос? Спасибо огромное за доклад. Очень захотелось присмотреть французское кино. Лучшие шедевры. У меня два вопроса. Вот первое, если можете, можете рассказать про премию Сезар? Какое она имеет значение? Потому что в русских СМИ пишут очень мало. Она очень значимая, вот эта премия. Очень, да. Значит, Сезар – это имя шкульптора, который изобразил статуэтку. И статуэтку давалось, сейчас, к сожалению, он умер, он итальянского происхождения, кстати, Сезар. Вот, значит, но статуэтка осталась и вручается ежегодно и за актера за лучшую роль, и за камеру, и за режиссера, и за лучший сценарий. Она престижна. Сейчас вообще мода такая, вот в 21 веке, все режиссеры охотятся за Сезаром. И более того, я знаю случай, это случай 90, по-моему, четвертого года, режиссер Энри Ко, который получил Сезар Сезаров. Суперприз. Почему? Он снял фильм о войне. Это совершенно необычная вещь 90-х годов. Он снял фильм о войне, как в одной венгерской деревушке располагалась эсэсов, и что? Дивизия эсэс, и что из этого вышло? Да, вот. Значит, еще раз продолжаю. Сезар жив, но остальных премий очень много штук. Ну, я знаю, до 20. Очень много. Они прислуждаются, хотя главной премией считается премия Le Grand Prix de Lumières. Вот так она называется. Большая премия люмьеров. Но она не прислуждаются уже 5 лет. Почему она не... Она первая, но она не прислуждаются. Именно вот на первую позицию вышла, значит, вышел Сезар. Сезар. И Сезар приравнивают к премии Гонкура. Все приравнивается к литературе. Гонкура, да. Премия Гонкура считается второй премией Франции. Можно еще один вопрос? Я вот совсем недавно пересматривал игрушку с Пьером Ришаром, и он меня еще раз поразил своим острым социальным подтекстом. Вот как вам кажется, в 21 веке французы уже боятся снимать такие острые фильмы? То есть я вот на вскидку не могу вспомнить ни одного современного фильма, где бы хоть какая-то была сатира на Евросоюз. Очень мало. Мало, потому что там очень сильный посыл этого фильма об обществе, да, и там такие сцены, когда начальник говорит «раздевайся», его подчиненный раздевается, он говорит «а кто же лучше, либо я прикаживаю». То есть это было очень-очень смело, ну это был такой социалистический посыл. А сейчас очень много развлекательного кино, но вот таким вот социальным посылом, я боюсь, что… Это явление современности, и сейчас говорят о том, что главенствует культура повседневности, ввели даже новый термин, культура повседневности. Повседневность сейчас главенствует, сейчас только это интересует, простые движения, простые события, простые мысли, значит, все очень-очень упрощено. Можно последний маленький вопрос? Вы говорили про войну и то, что французские режиссеры уехали в Америку. А французский кинематограф, он заморозился, то есть вообще не снималось или снимались только агитационные? Два-три фильма, да. Два-три фильма было, то есть не то при немцах, причем особо такого… Они были агитационные? И в театре были несколько спектаклей. Они специально делались костюмными и историческими, чтобы замалить глаза немцам. Вот такого содержания. Но они не были открыто патриотическими, потому что боялись. И работала двойная цензура. Цензура Виши и цензура немцев. Вот, они боялись. Но вот было разрешено снять несколько фильмов, чтобы показывать военнопленным. Спасибо большое. Продолжение следует...